В московских парках всего в этом сезоне будет работать 45 катков, 30 парков. 18 из них бесплатны. Ну вот корреспондент Вечерки испробовал один из катков, который открылся в саду имени Баумана. Ну а подробнее его репортаж читайте в свежем выпуске издания. РБК Дели пишет о том, что до 20% может снизиться разрешенная иностранная доля в аудио-визуальных сервисах. 1 июня 2017 года доля иностранного владения в популярных онлайн-кинотеатрах должна стать ниже 20%. Такой законопроект внесен в Госдуму, но подробнее об этом в РБК Дели. Российская газета пишет о том, что Владимир Путин предложил сделать толкование Конституционного суда обязательными. По сути, предлагается ввести запрет на применение любых нормативных актов, если с этим не согласен в своем постановлении КС. Ну вот подробнее об этом читайте в Российской газете. Книги Тесака подобрали статью. Это материал в Коммерсанте. Известный националист и судец за разжигание розни и хулиганство. В Бабушкинском суде началось рассмотрение дела лидера праворадикального движения Реструкт Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и девяти его соратников. Они обвиняются в нападениях на торговцев запрещенными курительными смесями с пайсами. Ну вот подробнее об этом читайте в Коммерсанте. В «Ведомости» пишут про пакет Яровой. Правозащитники считают, что он узаконил слежку за гражданскими активистами. «Новая газета» пишет о том, что рабочие, обслуживающие ямальские нефтегазовые стройки, с лета сидят без зарплаты. Двое умерли, так ее и не дождавшись. Вот очень страшный материал. Читайте в «Новой газете». И «Независимая» пишет о том, что чиновники стали на 14% ближе к народу. Педагог и медработник в России получают четверть зарплаты от зарплаты госслужащего. Вот об этом подробнее в «Независимой газете». Ну и, наконец, «МКРУ» отмечает, что на новогодние каникулы российские школьники рискуют остаться без экскурсий и лагерей. Дело в том, что с 1 января вступают в село запрет на перевозку организованных групп детей автобусами старше 10 лет. Ну а какой у нас автопарк в регионах? Читайте в свежем выпуске «МК». 8.37 – это был обзор прессы на «Говорит Москва». Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграет, Ранья, друг Сережа, Серебрина. 8 часов 38 минут, понедельник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это РАДИО «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. И Сергей Даренко, доброе утро. Синоптики обещают москвичам приход настоящей русской зимы. Слушай, когда я читаю все вот эти вот, так сказать, такие слоганы, начинаю сомневаться, потому что, ну, как-то тухловато все это звучит, как-то по интуристовски. А что значит приход русской зимы? Ну, нужно же, настоящий русский зим. Что значит настоящая? А сейчас что, настоящая итальянская зима, что ли? Сейчас какая-то непонятная зима. Настоящая какая зима? Настоящая испанская зима. Сейчас какая зима? Значит, мне кажется, что зима все время русская, при этом в этом году адская вдобавок. Ну, хорошо, смотрите, что будет. Я сейчас расскажу вам 48 часов быстро, ладно? Смотрите. Значит, у нас сегодня пока 0-0-0-0-0, потом в 14 часов минус 1, к 17 уже минус 5, в 18 снег 35% вероятности минус 6. Ура! В 8 вечера. Это хорошо, потому что собакам не надо воду наливать. Почему? Нет, ну у меня же собаки, пойми ты. Значит, когда снег... Сейчас, если прихватят корку, им трудно пить, то есть жрать снег. А если снежок сегодня подсыпет вечерком, опять хорошо им жрать снег. А еще снежок хорошо скрывает вот то, что собачки наделали. А они у меня жрут снег. Я когда в Питере жила, я все время удивлялась. Наступала весна, и у нас там такие вот были газончики узенькие. Все это расходилось. Снег, да, таял. И такая корочка такая красивая, коричневая. Да, у меня все выступает. Минус 6 в 18 и дождь 35%, снег, простите, 35%, в 19 снег минус 6, затем минус 7, минус 8, минус 8, в 23 и в 0 часов минус 8. К часу ночи минус 9, в 3 часа ночи минус 10, но уже без осадков. Быстро как-то температура растет прямо. В смысле падает? В 7 часов утра минус 11. У меня в автобусе еще летняя солярка, черт. Сегодня надо залить солярки. Ну, у меня правда, на автобусе езжу раз там в две недели. Понимаешь? Я хочу залить какой-нибудь зимней солярки, мне кажется. Надо обязательно сегодня успеть. Значит, в 7 утра минус 11 завтра. И так все время до 5 завтра минус 11. Потом, а нет, и до конца, а и потом, значит, секундочку, это уже среда. На среду смотрим, тоже все равно минус 11 до 8 утра. Сейчас по дням быстренько посмотрю вам. Ладно, по часам посмотрел. Значит, по дням смотрим. Смотрим, секундочку. Минус 10 во вторник, минус 8 в среду. Ну, там, ночью минус 12. Значит, в четверг минус 1, минус 3 снег. В пятницу минус 2, минус 5 снег. В субботу минус 4, минус 7 снег. В воскресенье минус 6, минус 8 снег. Потом, просто быстро пробегу. Следующий понедельник. Минус 7, вторник минус 6. Минус 6, минус 6, минус 6, минус 6, минус 6. И так до конца. Точность прогнозов, как вы знаете, всего 3 дня, как это гарантируется. Все остальное время это так сказать. Значит, Крым, Керчь. Что Керчь? Ну что Керчь? Ну где? Ну что? Семь плюс 12 завтра. 3, 0, 1, 5, 3. Тьфу. Прогода дрянь. Керчь. Господи, понял. Ну не так много, как ожидалось. Устроились. Керчь устроилась. Аж не в Крыму. А погоду делает. Тьфу, на нее. Боже, какой позор. В Крыму нигде нет хорошей погоды, кроме зоны от Фороса до Алубки. От Фороса, там где понизовка, вот эта зона. Все остальное, одно слово, что Крым. На самом деле не Крым никакой. Понимаешь? Близко. Вот это вот от Фороса, вот эта зона субтропика, маленькая совсем, крошечная, она приличная. Все остальное дрянь-дрянью. Ну, все-таки это не минус 18, как в Оренбурге. День. Нет, что в Оренбурге? Оренбург, это вообще Япония. Слушай меня. Это юг. Нет, смотрите. Барселона, Барселона, Барселона. Ну, чтобы вы знали, как люди живут. 15, 13, 13, я поднял. 16, 15, 15, 15, 15. Солнце, 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 мотоциклы. Мотоциклы и солнце. Мы на мотоциклах, красивые, в кожаных куртках. Солнце, солнце, солнце. Красивых шлемах. Шой. Солнце, солнце, солнце. Вот какие мы. Понятно? А мне надоело носить колготки. Это Барселония. Вот эти вот теплые штанишки, кофты. Барселона. Теперь сужаем. Буэнос-Айрес, где начинается лето. 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 Установился, конечно. В понедельник 23, вторник 26. В среду 25, 27, 32, 32, 32, 30, 26, 27. Что вы нам душ обередите? Буэнос-Айрес. Нам еще три месяца ждать. И на улицах, на улицах, прямо на улицах в Буэнос-Айресе танцуют танго, пары, красивые. Прямо на улицах. И у них там котелки какие-то, и в них бросают денежку. И все думают. Тан-та-дан. Все. А, нет, я не смог напеть танго сразу. А мы будем зато кататься на плюшках резиновых. Что это? Ну, это такие резиновые такие баллоны, с горок на них катаются. Это когда это будет такое? Вместо ледянок. Ну, скоро, как только горки откроются, вот катки открылись, и... Значит так, я написал в Твиттере, и я это настаиваю на этом. Осталось ровно 10 недель адской темени. 10 недель, потому что, вы понимаете, мы исчисляем вокруг 22 декабря, когда окончательный ад. Значит, вокруг 22 декабря отбрасываем полтора месяца сюда, полтора месяца туда. Получается, примерно 4-5 ноября по 4-5 февраля адская ночь. Ее осталось, осталось всего 10 недель. Перетерпели 3, осталось 10. Нормально, ребята! Так, секундочку. Значит, что у нас в Омске? А, в Омске, ну, это просто зарисовка. В Омске последовательно. Омск, потому что это, ну, ты знаешь, что Сибирь — это место, где люди не оставляют друг друга без помощи. Да. Никогда. Ну, как же, Сибирь, о чем ты говоришь? Ну, конечно, совершенно другая, совершенно другая этика поведенческая, совершенно другая ответственность за людей. Это же Сибирь. Какие молодцы. Ну, там же просто умрешь, и все, понимаешь? Никто не пройдет мимо. В Омске прохожие последовательно подходили к мужчине без сознания и грабили его. Вот смотрите, пожалуйста. В Омске рано утром мужчина ждал автобус на остановке. Ну, ждал, ждал. Че? Потом стал драться. Ну, это нормально тоже для Омска, я считаю. Он стал драться с другими мужчинами. Ранним утром, когда там в понедельник, в воскресенье, что было? С другими мужчинами. Настроение было такое. Нет, ну, это было на выхах. Хорошо. Значит, он стал драться. Ну, и это нормально, и правильно. Че? Видно, в субботу стал драться. Вот. Потом потерял сознание. То есть его вырубили. Прямо с утра вырубили. Видно, били в висок или еще как-то. Вот. И он лежал на остановке там, в Омске, при их температурах, при всем этом. Лежал на остановке с потерей сознания. Видно, долго лежал. Потому что, как выяснили полицейские в ходе расследования, грабили и били мужчину разные люди. Причем грабили тоже разные люди. Последовательно подходили и грабили. То есть один за одним, а мечи, а мечи, славящиеся своей солидарностью и неспособностью оставить человека в беде, подходили, чтобы проверить, что с мужиком. Что с мужиком? Ну, че он валяется на остановке? И каждый грабил. Значит, один забрал деньги, другой забрал мобильный телефон. Затем забрали, сейчас секундочку, пока задержали только 25-летнюю женщину, которая его грабила. И еще 31-летнего мужчину, который тоже грабил. Ну, там и другие тоже грабили. Они последовательно каждый что-нибудь вытаскивал у него из карманов. И к тому времени, как мужчина очнулся, у него уже целый ряд прохожих, последовательно подходя, чтобы узнать, в чем его беда и в чем ему помочь, ограбили его полностью. Ни часов, ни черта, все сняли с него, раздели, разули и все так. Ну, смотрите, они кооперативные люди, они же другим оставляли. Он только деньги. Не все брал, не все, каждый брал немножко. Один возьмет часы, другой кошелек, третий мобильный телефон, понимаете, то есть его... Нежадный, нежадный. А четвертый снимет цепочку с крестиком. Оно же, как говорится, всем помаленечку и хорошо. И все довольны. И все хорошо. Вот это общество, пожалуйста, к солидарности. Бывший чемпион России по классическим шахматам упал с 12 этажа, я смотрел его фотографию. Боже, как я ему сочувствую, и какой же он классный, и все на свете, понимаешь, вот этот человек. Ну, мне так жалко его. Юрий Елисеев, смотри, он не малой, он, знаешь, он наверняка жил, он... Как каждый человек тебе доказывает что-то, вот я кто, понимаешь? Один там, что я там могу литру выжрать. Другой там, что я, так сказать, там, хорошо играю в карты. Ну, всякий человек. Другой там ходит на руках, там, когда мажет, там. Третий, значит, сказать, там, с маслянистым глазом к теткам присоединяю. Ну, и так далее. Значит, у каждого свой козырь какой-то есть. Четвертый, пятый на... А политики садится рассуждать. Я на голову встаю. На голову встаешь, когда пьяная, да? И не только когда пьяная. И трезвая встаешь на голове. Вот, пожалуйста. Вижу, у каждого свое. Значит, и... А этот 20-летний российский красмейстер, он очкарик. Такой парень, не атлет, не атлет, не Бэтмен никакой, не спайдермен, не кусалого паук никакой, ничего, понимаете? Значит, и он развил в себе качества, которые компенсировали вот эту вот его интеллектуальность невероятную. А он же невероятно интеллектуален, он потрясающий. 42-е место в России. Ну, представляете, 20 лет парню. 20 лет парню, гроссмейстер, шахматист, очкастый. И он для того, чтобы преодолеть, вероятно, вот этот вот комплекс, что... Вот вы про меня думаете, что я очкастый шахматист, а я крутой. И с его точки... Он доказывал. Он неоднократно, как говорят друзья, об этом пишет пресса, прыгал из окна собственной... Это его квартира, насколько я понимаю, если я правильно понял. Он прыгал из окна своей квартиры на свой же балкон по воздуху. Дерзкий. Наискость как бы, понимаешь? Я так понимаю, извините, но я там не был на месте на этом. Он кидался наискость из окна на балкон. Ну, паркур это сейчас очень модная штука. Паркур. Я после него, после того, как он погиб, я стал смотреть, это же французы-законодатели были в свое время, когда начиналось все. Французы поставили этот паркур. Ну, это очень красиво, очень изделяюще и невероятно травматично. Они умеют падать, они летят с каких-то невероятных высот. Они там вот прыгают, например, с одного балкона вниз, ну, вот так спускаются с какого-нибудь 20-этажного здания. Да, да, да. Или наоборот забираются. Значит, я смотрел этот паркур как раз, и я подумал, что я там очень часто, они падают, показывают прыжки. Они как бы запрыгивают на стену и падают, 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 потому что отработка прыжков, но не с 12-го этажа, простите. С 12-го этажа метода нет, да? Ну, даже если с первого этажа неудачное какое-нибудь смещение позвонка и все. Ну, парень делал это раньше, он прыгал из окна на балкон, этот шахматист, а потом, представьте себе на секундочку, он прыгал с балкона назад в окно. Ну, он занимался паркуром, ну, он хотел, поймите, ну, он хотел компенсировать вот эту идею, что он очкастый шахматист. Ну, это проблема же всех экстремальных видов спорта. Ну, да, но нет. Практически там у каждого второго карьера заканчивается спортсменом так. То человек должен быть, сорви голову, лучше бы пил и курил, говорит Писар Пир, конечно. Значит, ребят, значит, ребят, ну, он должен был преодолеть вот этот, вот этот имидж, для него было это важно, понимаешь? Я был толстым мальчиком, ну, толстым, ну, не толстым, ну, все крупноватым мальчиком, например. Всегда мечтал быть акробатом. Я представляю себе, как этот кроссмейстер, шахматист, тоже хотел быть акробатом. Какие французы, говорит, лимузин, мы занимались этим в детстве на стройках 30 лет назад. Лимузин, паркур, как искусство, поставили французы. Ну, поверьте, ну, давайте, если не будем цепляться друг к другу, лимузин. Ну, безусловно, это так и все, не спорьте и все. Конечно, Ямакаси, конечно, Ямакаси. Ямакаси, 13-й район. Это все французы поставили. Ребят, Ямакаси тоже французы. Элементы воно в фильмах есть, даже в неудержимых. Несмотря на кажущееся японское произношение вашего Ямакаси, это Ямакаси, посмотрите. Это французы, да? Хорошо. Храбрый он. Я бы испугался, говорит Луис Альберто. Ну, понимаешь, что значит Луис Альберто? Ну, и покойники, храбрые люди, смелые люди, и нам не чета пел Высоцкий. Ну, жалко парня, ужасно жалко. Так, секундочку. Каспаров не стал бы прыгать? Так Каспарову бы мама не разрешила. Ну, что вы так? Я так? Да. Однажды Каспаров, испытывая ко мне симпатию, безусловно, взаимную, позвал меня пообедать. Пообедать. Я тогда работал на Эхе Москвы. Вот, и он меня позвал пообедать. Я уже говорил об этом. Я с огромным сейчас говорю, с уважением и все. Я вошел в дом, и ужасно теплое, в общении, симпатичное, ужасно властное его мама сказала мне, Сережа, иди помой руки. Это первое, Женя, абсолютно. И надень тапочки. А? Сережа, иди помой руки. Нет, сейчас я не могу. Вот эти тапочки. Все. Вот эти тапочки. Нет. Задержи меня. Вот эти для тебя тапочки. Иди помой руки. Вот этим полотенцем вытри. Вот этим полотенцем ты вытри. Вот это твое полотенце. Это твоё полотенце, Серёжа. Вот это. Видишь, как он сядет? Хорошо. Да, мыло. Мылить надо всё время. Мылить всё. Побольше всё. Так, сядешь сюда. Сколько было примерно лет Каспарову? В тот момент? Да. Это было 10 лет назад. Сколько было лет Каспарову? Ну, привычка. Там все ходили. Мама, мама Каспарова не разрешила бы ему прыгать с балкона. Мама Каспарова сказала бы ему надень тапочки, помой руки, помыль потщательнее, потщательнее. Одну минуту, пожалуй, держи мы на мыленные руки. Одну минуту минимум. Потом смывай. Теперь вот этим полотенцем. Вот из этого окна прыгай на этот балкон. Это должно быть всё игрушечное, мне кажется. Игрушечное окно, игрушечный балкон. Где-нибудь в зале разложенное. У Каспарова против мамы не забалуешь. Нет, тут другая ситуация. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Алексей Борисович. Мне кажется, всё-таки здесь немножечко другое. Поясните, пожалуйста. Мне кажется, что у современной молодёжи очень притуплённое чувство смерти. Может быть, это связано с компьютерными играми. Но вот я вспоминаю, я был тоже такой сорвиголова, и в детстве мы всё время лазили по строящимся зданиям. Подождите, простите. Можно вам вопрос, Алексей Борисович? Но ведь вы не современная молодёжь. Вы уже человек зрелый. Я высказываю предположения по этому. А, я понимаю, я понимаю. Я не с полной уверенностью утверждаю. Да, да. Но мы выше третьего этажа никогда не забирались. У нас вот было дедлайн, что называется. Мы чувствовали это дело. Да, но, Алексей Борисович, если позволите. Если позволите. Мы на пятый этаж с приятелем залезали из подъезда. Так я помню, достал страховочный трос, привязал его к перилам. Он сделал буквально всего один шаг, допятывает на балконце с подъезда. Никита Ханов нас с вами упрекает. Никита Ханов пишет на «Говорит о Москабот» в Телеграме. Он говорит, ребят, тут ни при чём игры. Это не игры. Это не игры. Он искал самореализацию, кроме шахмат, потому что все про него могли подумать, что он очкастый шахматист, поймите. А он и есть очкастый шахматист. Но ему надо это было преодолеть. Вот мне кажется. Мне кажется. Может быть, вы с ним были знакомы. Алло, здравствуйте. Жалко его дико. Да, здрасте. Здравствуйте. То же самое хочу сказать по поводу компьютерных игр. Последнее время очень мудно на них наезжает, да? Да. И предыдущий звонящий говорил, что они лазили там в своё время до третьего этажа. Вот мне сейчас 32 года, да? Да. Мы где только не лазили в своё время по стройкам, потому что не было как раз ни компьютерных игр, ничего, да? Да. Вот. Мы лазили и в больницах, недостроенных, и на девятые этажи, и ходили там по краям, и что угодно. И ваше детство прошло уже без магния с марганцем. А в моём детстве было магния с марганцем как грязи. Мы ещё и взрывали постоянно. Мы же взрывы устраивали постоянно. Ага, ну да. У нас корбит само собой в бутылку из-под шампанского и в соседское окно. Это понятно. А значит, а к магнии с марганцем сколько взрывов было? Милое дело. Милое дело. Безоболочные взрывные устройства. Были и оболочные. Мы загибали трубу и туда гвоздём забивали гвоздь, чтобы взрыв был хороший такой. Вы дерзкие. А мы-то просто дезодоранты кидали. Чтобы добыть побольше магния с марганцем, я записался в радиокружок. Потому что так по жизни добыть магния с марганцем было трудновато. Я записался в радиокружок, где воровал магний в больших количествах. Ну, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Москва. Да, ну жалко парня, поймите. А я раньше скажу истинную правду. На девятом этаже снимал квартиру соседи, когда напивались. Вот клянусь вам, лазили ко мне на балкон вот через эту улицу. Да? Никогда не... Да, развивали. Вот даже разбили окно, пришлось в милицию обращаться. Но вот я говорю, у них вот такие были... Это игры. Это игры. Это игры, да, пьяные игры такие были. У современной московской молодежи интеллект в почете, говорит, 72-й. Я соглашаюсь с вами. Мне жалко этого Юрия Алексеева. Мне ужасно, мне скорбно, мне плохо, мне погано. На душе, потому что человек мог... Поймите, Юрий Алексеев не простой человек. Не простой человек. Он подающий надежды гроссмейстерам, он потрясающий, удивительный, понимаете? Удивительный. Ну вот он с 12 этажа из окна прыгнул на собственный балкон, встав в окне, кричал компанией. У него была компания. Посмотрите, а я вот так развлекаюсь. Он кричал, чтобы они все обратили внимание. Потому что ему важно было, чтобы на него обратили внимание, что он не просто очкастый шахматист. И вот у него не получилось. Он раньше делал это многократно, и у него хорошо получалось. А в этот раз не получилось. Ну зачем так рисковать жизнью? Страшно. А зачем рискуют все сноубордисты, парашютисты и прочие там всякие бейджамперы? Не рискуют. Почти не рискуют. Не рискуют, если даже на Олимпиаде все время кто-нибудь погибает. Это правда. Ну ладно, не все время, но погибает. Но нет. И мало того, я даже читала, есть такая штука мартида. Есть очень расчетные риски. Есть очень расчетные риски. Потому что парапланыристы и так далее, там расчетные риски. А это риск почти безрасчетный, безрассудный. Есть такое понятие мартида, инстинкт смерти. Что он противоположный, есть либидо, инстинкт жизни, энергии жизненной. И людей тянет к этому, на самом деле. И отсюда любовь к экстремальным видам спорта. Меня это постоянно отталкивает. Вот я не знаю почему. В движении. Подъем. В движении. В движении. Так, ребят, быстро, 6 баллов и плохо. Плохо и всюду плохо. Почти. И Ленинградка очень стоит. И Волоколамка у Свободы очень стоит. И, значит, очень плохо в текстильщиках. На Волгоградке. Там, где Каширка съезжается. Я бы здесь сегодня не ругал Андропова. По Андропова, в общем, свалить можно. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 9 часов столицы в студии с новостями Сергея Короза. Здравствуйте. СИН объявил о завершении проверки по жалобе Эльдара Дадина на пытки. Материалы переданы в следственные органы. Теперь там должны принять свое решение по жалобе оппозиционера. Об этом журналистам заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Он отметил, что по результатам проверки не нашли подтверждения факта недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы, в связи с чем был причинен вред его здоровью. Оппозиционер отбывает 2,5 года заключения за нарушение при проведении политических акций. В начале ноября он заявил об избиениях и пытках в карельской колонии. На северо-востоке Москвы машина сбила женщину на автобусной остановке. Состояние пострадавшей уточняется. ДТП произошло на улице Пестеля. По какой причине автомобиль выехал на остановку, сейчас выясняется, передает агентство «Москва». В Японии сообщили о взломе компьютерных систем сил самообороны. Не исключено, что в результате кибератаки произошла утечка данных. Такую информацию со ссылкой на источники передало агентство «Киода». По предварительным сведениям, нападение совершили профессионалы, за которыми, возможно, стоит иностранное государство. В японской армии усилили меры безопасности. В частности, сотрудникам и служащим сил самообороны запретили выходить в интернет. Саудовская Аравия призвала невходящие в ОПЕК страны снизить нефтедобычу. В Эр-Рияде прогнозируют восстановление ценового баланса и увеличение спроса в наступающем году. Как заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, цены станут сбалансированными, и это произойдет без вмешательства ОПЕК. Государства, не входящие в объединение, должны придерживаться снижения объемов добычи, сказал министр на пресс-конференции. Ранее ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение ежедневного производства сырья на конкретным лимитам для каждой страны. Договоренностей пока нет. Не исключено, что решение будет принято на официальной встрече ОПЕК, которая состоится в столице Австрии в эту среду 30 ноября. Власти Москвы пообещали активнее бороться с закрывающими автономера нарушителями. Эту работу решили усилить в том числе для антитеррористической безопасности в преддверии новогодних и рождественских праздников. Как заявил глава столичного департамента транспорта Максим Лексотов, сотрудникам администратора Московского парковочного пространства и Центра организации дорожного движения разрешат снимать посторонние предметы с регистрационных номеров автомобилей. Если парковка окажется неоплаченной, водителям будут выписывать штрафы, отметил Лексотов. По его сведениям, в Москве в этом году из-за запрещающих остановку и стоянку знаков эвакуировали более 4,5 тысяч автомобилей без номеров или с нечитаемыми номерами. Футбольный клуб «Зенит» отрицает драку игроков в раздевалке после матча Премьер-лиги. В пресс-службе команды сообщения СМИ назвали не весть откуда взявшимися слухами, не имеющими под собой никакого основания. Ранее интернет-издание «Чемпионат.ком» со ссылкой на неназванный источник написало, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба подрался с вратарем Юрием Ладыгиным. Это случилось в раздевалке команды после матча с Краснодаром. Клуб из Петербурга упустил победу на последних минутах игры. Счет 2-1 в пользу кубанской команды. Курсы валют по Центробанку на сегодня доллар 64,62 рубля, евро 68,44 рубля. И о погоде в эти минуты в Москве 0 градусов. По данным Гесметио, днем в столице около двух морозок. К вечеру похолодает до минус 9, ожидается небольшой снег, на дорогах скользко. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Реклама Сохранение традиций отечественного образования. Поиск инновационных технологий обучения. Поддержка молодых и талантливых. Создание творческих инициатив и бизнес-проектов. Определим приоритеты правильно. Развитие российской образовательной системы – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Убеждениями, верой, верой, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. По будням после 18 часов. Баррикады! Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8 Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Серёжа, пастушок, поиграем, поиграем. Ранья, друг Серёжа, Сенебрена, рожа. Девять часов шесть минут. Понедельник, 28 ноября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Где едете, что видите, давно вы не говорили, говорит Деваков Сергей. Ну, почему в пятницу говорил? Слушайте, ноунейм прислал нам кусочек картинки, картинки, скриншот, вернее, со своего телефона, Биллэйновского, заряженного на 97%. Значит, про это самое, про Мичуринский проспект. Ребята, на Мичуринском скверно, прям скверно. Мичуринский стоит перед, чей-то, Винницкая улица, вот здесь вот вся эта конетель. Мосфильмовская, где начинается. А, с Ломоносовским. Значит, большие проблемы на Мичуринском, очень большие. И совершенно справедливо обращает наше внимание ноунейм. Значит, слушайте, я быстро прочитаю некоторые сообщения, которые вы пишете нам на Говорит МСК-бот в Телеграм. В частности, будучи взрослым, лазили, взрослыми, лазили в общагу ткачихам, к ткачихам на четвертый этаж. Вот что гормоны творят с человеком. Батя, 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 батя. Надо было сделать, чтобы ткачихи к вам лазили. Да? Суровая девушка. Не, ну баб надо сводить с ума. Нафиг вам сходить с ума. Молодой человек не занимался самоубийством. А нет, вот интересный Алекс. Алекс разбирается в этом мортидо и либидо. Мортидо, если мы говорим о теории Эрика Берна, имеет направленность внутрь и наружу, а также бывает пассивная и активная. Молодой человек, продолжает Алекс, не занимался самоубийством. Скорее всего, им двигалась сильно заряженная либидо, инстинкта и идея. Он хотел признания. Он хотел признания. Ну тогда, ну тогда, другое дело. А? Или что? Играй гормон. Играй гормон, любимая! Играй гормон, любимая! Сергей, вы смотрели 28 панфиловцев? Вы знаете, я, во-первых, преклоняюсь перед подвигом 28 панфиловцев, панфиловцев, преклоняюсь перед удивительными сибириками и казахами, которые отстояли Москву, а, как вы знаете, бросили сибиряков и казахов. Значит, причем там люди ждали на свою очередь, чтобы взять ружье. Потому что не было. И вот ты, допустим, если ты бы была вот в этой войне, в этом бою, ты должна была бы ждать, когда меня, например, убьют, и тогда ты берешь мое оружие. Потому что, ну, нет оружия, ну, фиг ли, где его взять. Вот. И это, конечно, и это, конечно, был удивительный подвиг в любом случае сибиряков и казахов вне конкретной зависимости от конкретно этого боя, который там придуман или нет. Но я вам скажу, почему я не пошел на этот фильм и остерегаюсь. Вот да, почему? Из-за Мединского. Потому что Мединский, с моей точки зрения, ну, я сейчас секундочку, это моя точка зрения, если позволите, испаскудил этот фильм своим приветствием, своей, как это сказать, позитивной критикой. То есть он отзывается о фильме с большой любовью, от чего мне делается тухло. Но, между прочим, фильм, там половина его средств были собраны со зрителей. Один сон, у меня настолько серьезное неприятие культурного, культурно-эстетическое этого неприятного карьериста, необразованного неприятного карьериста, что, если он похвалит, например, там вот хлеб передо мной, скажет, хороший хлеб, я к нему не притронусь. Он скажет, вот это хорошая курица, вот хорошо приготовленная курица, я к ней не притронусь. Не притронусь. Понимаешь? Да, но фильм от этого... Фильм от этого... Качество его не меняется. Но он его испаскудил, с моей точки зрения. Ну, я не хочу, пожалуйста... Ну, в ответ могу сказать, что про него очень хорошо отзывался Дмитрий Пучков, который гоблин. Да. Ну, хорошо. Он как раз так его... Вот для меня это мнение более весомое, чем... Ну, Мединский, Мединский как бы тронул его и испачкал этот фильм. Есть такое ощущение. Тронул и испачкал этот фильм. Если бы не Мединский, я бы с удовольствием посмотрел. Честное слово. Честное слово. Я серьезно говорю. Хорошо. Ладно. Мы на него деньги собирали без Мединского, говорит Ди Эм. Ну, хорошо. Хорошо. Дайте мне отойти немножко от слов Мединского, от этого... от этой атмосферы, которая создана его словами. И я тогда... И я тогда обязательно посмотрю. Фильм стоит посмотреть. И стоит дать деньги в поддержку такого кино, говорит Дима Гармонис. Ребят, ну, подвиг... Подвиг абсолютно... абсолютно незабываемый. Мы должны его помнить. Это... Это потрясающий подвиг. Хорошо. Давайте, давайте... А мы в детстве была селитра, мочили газеты, сушили, и они отлично потом взрывались. Надо обязательно посмотреть на зло Мединскому. Через какое-то время? Через какое-то время? Пусть падет... Пусть падет мерзкий аромат похвалы Мединского, и после этого я, безусловно, посмотрю. Ладно? Ну, хорошо. Ну, давайте. Я еще про экстремалов, если позволите. Еще про экстремалов. Экстремал... Сегодня я читаю об этом на ленте. Я сегодня видел это видео. Лента дала видео. Значит, экстремал перепрыгнул пути в метро перед прибывающим поездом. Вы же знаете, что на Полежаевке там есть... Между платформами приходит поезд. Абсолютно. И вот, когда приходит туда поезд, вдруг парень начинает заматывать, быстро шнуроваться, начинает шнуроваться, потом заходит за колонну, и в момент, когда поезд проходит мимо него, буквально, может быть, в полутора метрах он завершает прыжок, он делает сальто. Сальто, да. Сальто перед поездом метро. О чем речь? О потребности в риске. Очень эффектно это выглядит. Кстати, есть мнение о том, что это вирусная реклама Adidas, потому что там всякие вот эти вот полосочки, кроссовки, и они там неоднократно в этом ролике фигурируют. Ну вот, есть такое вот мнение. Да, да, да. Да, да. Это видеофотомонтаж, говорит Дмитрий Полонский. Это реклама Адика. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, это не доказано. Ну, это не доказано, это подозрение. В любом случае мы говорим о том, что... В любом случае мы говорим о том, что это страшно, для меня отвратительно, а кому-то нравится. Ребят, слушайте, значит, кто этот... Фидель Кастро был хороший человек. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Фидель Кастро был хороший человек. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Пожалуйста, проголосуйте. Фидель Кастро был хороший человек. Хорошим был человеком. А? Да. Ну, не жалуемся, да? Нет. Фидель Кастро был хорошим человеком. 134, 21, 35. Кстати, когда говорят, что он, может быть, умер 14-15-го ноября, Может быть, есть догадка, что... Честно говоря, много лет появлялись эти догадки. Нет, 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 что он две недели пролежал. Что он две недели продержал. Потому что был момент, был момент, я объясню человека, который это написал. Он говорит, что внезапно, неожиданно, премьер-министр Канады вылетел на Кубу экстренно. Так. Так, так, это было в середине месяца. Что-то его позвало в дорогу немедленно, быстро. Ему надо было... А вы знаете, что у Канады серьезные связи с Кубой. Во-первых. Во-вторых, Канада в известной степени в Северной Америке проводник интересов возвращения такого в семью американских народов кубинцев. Вот Канада, именно Канада. И через Канаду и авиационное сообщение осуществлялось, даже когда Америка была еще нет и так далее. Понимаете? То есть вы думаете, ему могли сообщить? Мог Рауль, мог Рауль вызвать, мог Рауль вызвать срочно, попросить срочно прилететь, там сказать, нам на полдня и так далее. Премьер-министр летал в середине месяца. Предполагается в этой связи, что Фидель мог умереть две недели назад. Ну хорошо, значит, давайте, бесплатная медицина, лучшая в мире, образование, какой же он плохой, Руфус Гудвин, бесплатная медицина, лучшая в мире. Не знаю, сейчас спросим у людей, которые там были. Продолжительность жизни на Кубе, давайте объективно, продолжительность жизни на Кубе действительно очень высокая. Очень высокая. Выше, чем в соседних странах. Понимаете? Для Канады Куба, как для нас Египет, говорит Михаил. Ну, не совсем, наверное, мне кажется, Ямайка для Канады, как Египет. Хорошо, давайте, канадцы миллионами отдыхают на Кубе, как мы в Египте в свое время, говорит Александр Фельдман. Ну, хорошо. Я не буду спорить, ребят. Я сам не отдыхал на Кубе. Я на Кубе был 8 часов. Ну вот у меня подружка позавчера, когда вернулась с Кубы, она говорит, что очень... Они ездили на остров, который недавно открылся для российских туристов. Они сказали, очень много канадцев. Просто невероятный канадец. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, я не знаю. Я был на Кубе 8 часов. Притом давно. В 88-м году. В 88-м году было 8 часов. И мы летели из Богаты, Колумбия. Нет. Или из Эквадора. Из Эквадора. Я думаю, что мы летели из Кито или из Гуаякиля. Мы прилетели и ждали самолета, который Монагуа, Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. Вот такой самолет. Монагуа, Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. И, значит, а поскольку мы в Гаване должны были подхватиться, прилетели из Гуаякиля, если я не ошибаюсь. Может быть, из Гуаякиля. А может быть... Нет, скорее из Гуаякиля, да. Так вот. И, значит, и мы сидели там 8 часов. Я должен сказать, что было абсолютно ужасно. Все, что нам подавали. Все абсолютно. Причем за деньги, за доллары. Ну, типа 10 долларов там, только в 89-й год. 88-й, прости. 10 долларов за кусочек мяса какой-то. Значит, этим куском мяса можно убить просто. Понимаешь, это из мамонта. Сделано из мамонта, который, на самом деле, это имитация под мамонтой, из подметки кирзового сапога. Есть невозможно. Давишься, окаянный смотришься. Все время. 10 долларов. Еще 10 долларов. Еще 10 долларов. Да что вы, чертовые матери. Да может, потому что вы с долларами были. Перед этим Гуаякили были. Гуаякиль. Мама. Что хочешь, понимаешь? Там, курица в апельсинах. Ну, все, все, все. Все за 10 копеек. Гуаякиль. Прилета... Нет, и Лима. Это был самолет из Лимы. Мы прилетели из Лимы. Гуаякиль, Лима. В Лиме тоже жрачка. Все хорошо. Свитчи. Что хочешь? Приезжаешь на Кубу. Голодно и дорого. 10 долларов. Вы иностранцы, иди сюда. Ужас. Значит, хорошо. Фидель был хорошим. Это был 88-й год. С тех пор, говорит, все было только хуже. Значит, остановить голосование. 72% Фидель был хорошим человеком. 72%. 28% нет. Нет. Мы не говорим плохим. 28% нет. Пожалуйста, обменяйтесь мнением. 7373948. Здравствуйте. Я слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Здравствуйте. Хотел рассказать небольшую историю из жизни кубинской семьи. Давайте. Мой коллега бывший, у него мама вышла замуж за кубинца. Да. Естественно, семья усыновила его. И, значит, они переехали на Кубу. Вот как. Да. Переехали на Кубу. Это необычно, потому что кубинцы использовали любой способ, чтобы не ехать на Кубу. Ну, вот в их случае получилось так, что как раз русская переехала на Кубу. Да. Необычно. И так, значит, когда в стране случалось что-то не очень хорошее по вине правительства, по мнению семьи, его приемная бабушка вешала портрет Фиделя Кастро вниз головой и приговаривала это, чтобы у него болела голова. И болела, наверняка. Там все-таки культы Вуды, культы Вуду должны быть очень действенными, кажется. Так забавно было то, что вот его приемную дедушку тоже был на этой фотографии, на что он говорил, что больная повесь обратно, у меня же тоже голова заболит. Да, 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 прекрасно. На самом деле, вы знаете, что 20% населения Кубы эмигрировали за время правления Фиделя? 20, понятно, 20, 20, 20, понятно. Это как 30 миллионов русских было бы. Понятно, да? А вы знаете, даже сейчас их встречаю. Да, да. Нет, малейшая возможность сбежать использовалась. Малейшая возможность сбежать. Надо сказать, что страна действительно жила с превосходной медициной. Тут что-то нет, нет, ну я же не отрицаю. Но малейшая возможность сбежать. Вы знаете, что самолеты, самолеты наши, Ил-86, Ил-96, значит, они должны были садиться для... Нет, Ил-86 точно, значит, не знаю, насчет 96. 86 точно. Для дозаправки каждые 4 часа. Но они не были дальнобойные, к сожалению. Поэтому они летали Москва, Шеннон, Гандер, Гавана, и потом некоторые Монагуа, потом, ну там, так сказать, там по-разному. Вот. А значит, и они садились каждые 4 часа, потом им надо было садиться. Для дозаправки. Этот самолет не мог дольше летать просто. Вот. Он был среднемагистральный, а летал на дальние расстояния вот с такими посадками смешными. Ну хорошо. Значит, в какой-то момент вообще перестали выпускать в Гандере. Гандер — это Канада, Ньюфаундленд. Я там сам садился. Я там сам садился. Мне друзья говорили, ну запрись, давайте запремся в туалете, и потом позовем полицию или пойдем в полицию, попросим политическое убежище. Но нет, никто. Нет, я не хотел. Зачем? У меня была очень хорошая жизнь. Я жил по месяцу, по два за границей, каждый раз в Советском Союзе. В год. Я жил до двух месяцев за границей. Чего бы мне было просить еще политического убежища? Я скучал по Советскому Союзу. Вот. Значит, хорошо. И в Гандере перестали выпускать из-за кубинцев. Почему? Потому что поголовно они оставались. Поголовно. Целыми коллективами. Например, летит коллектив какой-нибудь, я не знаю, там песни и пляски. Какой-нибудь кубинский. Значит, он... Садятся в Гандере. Кубинцы моментально все отправляются строем в полицию и просят политическое убежище. Значит, в какой-то момент канадцев это утомило. И они сказали, что они будут в поле держать самолет, заправлять с людьми. То есть люди на борту... Никого не выпускать. Люди на борту никого не выпускать. Все. Никого не выпускать. Вот так было. То есть кубинцы бежали при малейшей возможности. При малейшей возможности. Ну и сейчас они вот во Флориде, да? Пуэрто-Мариэль. Ты знаешь, Мариэлитас, 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 Пуэрто-Мариэль. Они же уходили на всем, там, свешивая с бортов. Когда Фидель в какой-то момент разрешил из Пуэрто-Мариэль... Из Пуэрто-Мариэль, по-русски, отправиться всем, кто хочет, в Америку. Там 90 километров. Значит, и там собрались просто десятки тысяч людей, которые, ничего не боясь, там, чуть ли не на дверях, чуть ли не на покрышках каких-то надутых, ринулись в Америку. Что их не будут, гвардия фронтериса, пограничники убивать. Ринулись в десятки тысяч, тысячи людей доплыли, какие-то умерли. Боже, что было страшно, страшно. Мариэлитас их потом называли гусанус. Официальная кубинская пропаганда называла их гусанус, гусеницы. Гусанус их звали. Вот эти Мариэлитас сейчас танцуют во Флориде, когда узнали, что умер Фидель. Ну вот пишут нам... И ты знаешь, где еще был праздник? Где? Хороший большой праздник. Где? В Университете Дружбы Народов на Юго-Западной. Да? Да. Да. Я спросил, кто там был. Они-то почему празднуют? Ну, праздновали, что умер Фидель, потому что диктаторы. Не, ну, они попали в Россию, в университет. Это не кубинцы, перуанцы, значит, венесуэльцы и так далее. В надежде, что смерть Фиделя подвинет что-то и в их странах тоже. В сторону развития какого-то и так далее. Был праздник, мне сказали об этом студенты. Интересно. Я вот просто представила, вот, например, ну, не знаю, там, Каримов бы, Каримов умер, и мы бы праздновали бы. Ну, не знаю, но это радостно было для студентов здесь, в университете Дружбы Народов. При этом действительно выдающаяся медицина. И при этом действительно выдающийся красивый командант, который, шикарный командант. Вот красивый, да, ничего не скажешь. Нет, красивый душой. Сейчас я не такой-то, как там, мужской или красоте, а красивый душой. Он такой яркий, понимаешь? Нет, он на самом деле, я говорю сейчас тоже не только внешности. Страстный, страстный, нероятный. У него там есть какой-то период, вот, именно такого взрелого возраста. Он и внешне весьма привлекательный. Но вот харизматичность эта улетела. Харизматичность, главное, что увлеченность, понимаешь? Вот он, когда-то у него уже было... Видите, вот цитаты прекрасные. Когда они высадились на гранами, у него было 82 человека. 82 человека, понимаешь? И он потом впоследствии говорил, это его цитата, значит, что если бы у меня было 10 человек, я все равно бы сделал успешную революцию. Десять. Он сказал, мне достаточно десяти. Он сказал так, мне было бы достаточно десяти человек, плюс абсолютная убежденность в своей правоте. Поэтому, говорит, 82 было даже много. Много. Вот. И на его сторону переходил... Причем гнилой режим был этот Батисты. Он был гнилой. На его сторону переходила армия. Армия присягала Фиделю. Он высадился с кучкой людей, и армия... Правда, они там Сьерра Маэстро, ты знаешь, там Камило Сен Фуэго. Акино Серрин Денадье Карахо. Это, знаешь, это ругательство, да? Вот. А? Здесь никто не сдается. Я помню только... Вот брали мы интервью у Михаила Горбачева. Да. Как раз в субботу. Да. Он очень... Очень мне понравилось, как он сказал это. Как он сказал? Он сказал, что высшая справедливость в том, что люди рождаются, и если им повезет, они проживают такую яркую жизнь, как Фидель Кастро. Как Фидель Кастро. И умирают. И в этом есть высший смысл. Фидель потрясающий. Так с печали говорил о том, что сколько людей он похоронил за это время. Ну как, он из общества. Он человек из общества. Он мог спокойно совершенно жить в обществе. Не тужа, но он человек идеи. Вот. И он говорил, что тогда в Советском Союзе все были увлечены вот этим вот запалом Кастро. И говорит, мы все кричали Куба Сиянкино. Да, да, да. Вот этот лозунг. Да. И еще было очень интересное мнение Артемия Троицкого. Да. Тоже у нас на радиостанции. Он рассказывал о том, что вообще-то вот как раз-таки изначально Кастро не был коммунистом. Не был никогда. У него было национально освобождение. Больше национально. Я умоляю. Потом ему требовались какие-то союзники. Он собирал невероятные. А поскольку Батиста был американским ставником с Америки, они уже не могли. И поэтому он обратился к Советскому Союзу. Ну и естественно привел к мунилизам и все такое. Знаешь, что он пытался вступить в Варшавский договор? Хрущев его за руки держал. Он кричал, что он вступит в Варшавский договор. Его абсолютно пеленали здесь просто в целлофан, чтобы он не вступил в Варшавский договор. Это было ужасно. Тогда не было целлофана. Веревками, я думаю, вязали. Понимаешь? Нет, ну что ты, какой социализм? Какой социализм? Это все-таки был ход. Он собрал 2 миллиона человек, когда он пришел в Гавану. 2 или 3 миллиона человек. Он собирал не меньше 2 миллионов на площади. И он кричал им. Он кричал им, значит, И они все, хотите бесплатное медицинское обслуживание? Да. И все, да, транспорт бесплатный. И потом он в конце кричит. И все, но вы хотите социализма? 2 миллиона в голос. Нет. Нет. Он такой, что поделать придется? Я говорю, это вот известный пассаж, когда он кричал, вы хотите бесплатного медицинского обслуживания? Да. Вы хотите бесплатного транспорта? Да. Вы хотите бесплатного образования? Да. Вы хотите социализма? Нет. Там было просто 2 миллиона человек в один голос. Нет. Понятно, да? То есть это ни в коем случае. О чем вы говорите, конечно. Ну вот, потом он приезжал сюда. Он же ругался с нами по поводу ракет. Мы же забрали ракеты без спросу. Мы же забрали ракеты без спросу. Сговорились за спиной кубинцев. Мы сговорились с американцами. И забрали ядерные ракеты эти все. И все. А Фидель думал, что мы держим. А ему говорят, нет, русские забрали. Почему? Сговорились с американцами. Он ужасно расстроился. Он приезжал сюда ругаться. Он требовал, чтобы его приняли варшавский договор. Он абсолютно о чем-то говорит. Нет. Он хотел атомной бомбардировки Соединенных Штатов. Хрущева есть воспоминания. Который говорит. Хрущев пишет. Кастро требует, чтобы я устроил атомную бомбардировку Америки. Он сошел с ума. Сошел с ума. То есть Кастро... Вот бунтарский дух. Кастро требовал немедленно атомной бомбардировки Америки. Немедленно. Да. Значит, слышал, что Кастро из аристократов, потомков испанцев. Ну нет. Конечно, конечно, он из испанской семьи. Вернее, из старой семьи. Конечно, конечно. Металхед. Что прочитать? Рублак. Вы мне, пожалуйста, ссылку. Мне трудно здесь кликнуть. У меня некликабельно приходит. За такой бунтарский клик надо в Кащенко. Нет. Дух. Это Америка. Дух. Значит, слушайте. Нет. Это была великая эпоха, когда Эрнесто Че Гевара приехал в Боливию делать революцию. Старухи-крестьянки подносили к нему детей и говорили, что он святой. Святой. И нужно коснуться его рукава, его плеча. Дети касались его плеча, а матери требовали благословения. Тогда революционеры были святые. Вы этого не понимаете. Я верну вас в эту эпоху после новостей. Внимание. Внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Половина десятого в столице в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. Число жертв массового ДТП в Чечне достигло восьми. В больнице скончался пострадавший водитель Лады Приора. Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от Грозного. Там водитель автомобиля «Форд», будучи нетрезвым, выехал на встречную и врезался в Ладу. В результате на месте происшествия погиб предполагаемый виновник ДТП и его двоюродный брат. Одиннадцатилетний сын водителя госпитализирован в тяжелом состоянии. В Ладе Приора погибли пять человек, члены одной семьи. Двое мужчин, женщина и две девочки, десяти и четырнадцати лет. Всего участниками ДТП стали три автомобиля. Замглавы ФСИН назвал Ильдара Дадина талантливым и артистичным имитатором. Кроме того, по мнению Валерия Максименко, у активиста потрясающее воображение. Так он сказал на пресс-конференции, комментируя итоги служебной проверки по жалобе Дадина. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что факты избиений и пыток оппозиционера не подтвердились. Все материалы, переданные в следственные органы, там теперь должны принять свое решение по жалобе Дадина. Он отбывает два с половиной года заключения за нарушение при проведении политических акций. О пытках в карельской колонии оппозиционер заявил в начале ноября. Вице-губернатором Кемеровской области назначили генерал-майора полиции. Алексей Кожевин займется координацией работы правоохранительных органов и органов военного управления. А такое решение принял губернатор Роман Тулеев. Ранее этот пост занимал Алексей Иванов, однако он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве акций Кузбасской шахты. По этому же дело проходит исполняющий обязанности первого вице-губернатора Александра Данильченко, начальница департамента областной администрации Елена Троицкая, руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинин, замглавы отдела регионального управления СКР Сергей Крюков, следователь Артемий Шевелев и предприниматель Александр Щукин. Дональд Трамп назвал миллионы подданных за Хиллари Клинтон голосов незаконными. Избранный президент США также заявил о серьезном мошенничестве на выборах Вирджинии, Нью-Гемпшири и Калифорнии. Об этом политик написал в своем микроблоге в Твиттере. «Помимо того, что я с разгромным счетом выиграл коллегию выборщиков, я также выиграл в народном голосовании, если вычесть миллионы людей, которые проголосовали незаконно», — отметил Трамп. Республиканец получил 306 голосов выборщиков, однако за Клинтон проголосовали почти на 2 миллиона американцев больше. Срочное сообщение с ленты ТАСС. Вопрос о присутствии Владимира Путина на похоронах Фиделя Кастро пока не решен. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. В Японии сообщили о взломе компьютерных систем сил самообороны. Не исключено, что в результате кибератаки произошла утечка данных. Такую информацию со ссылкой на источники передал агентство Киода. По предварительным сведениям, нападение совершили профессионалы, за которыми, возможно, стоит иностранное государство. В японской армии усилили меры безопасности, в частности, сотрудникам и служащим сил самообороны запретили выходить в интернет. Курсы валют по Центробанку на сегодня доллар 64 рубля 62 копейки, евро 68,44. И о погоде в эти минуты в Москве 0 градусов. По данным Гесмети, у днём в столице около двух морозок. Вечера похолодает до минус девяти. Ожидается небольшой снег, на дорогах скользко. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса. Сергей Короза «Говорит Москва». Девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация. По будням после 16 часов две девушки изводят почтенную аудиторию. По будням после 16 часов. С гостем спорят ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. В этот понедельник политик Борис Надеждин. Против всех. По будням после 17. Нездешние. Пришлые. Странные люди. В этот понедельник депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. Иностранцы. В понедельник, среду и пятницу после 14.30. Говорит Москва. Москва. Пойдем. 9.35. Сейчас я расскажу о том, кто будет у нас в гостях сегодня, 28 ноября. В 11.00 мы ждем экономиста Игоря Николаева. Передача «Хороший вопрос». 13.00 в профессии. Клипмейкер Лена Киппер. Среди последних ее работ клипы на песню «Лолиты», «Катя Лель», «Дима Билана». Вот слушайте ее в 13.00. 13.30. Передача «Доброе дело». Генеральный директор фонда «Синдром любви» и «Даунсайдап» Ирина Меньшенина. Будут говорить о серьезных таких проблемах в преддверии Международного дня инвалидов 3 декабря. Ну вот, слушайте эту передачу в 13.30. 14.30. В «Иностранцах» депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. В том числе будут говорить о том, что на 28 ноября Украинский суд перенес видеодопрос бывшего президента Виктора Януковича. Вот об этом подробнее можно послушать в передаче «Иностранцев» в 14.30. 15.00 в пиджаках президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. И 17.00 против всех у нас политик Борис Надеждин. Говорит Москва. 94,8. Я думаю, что также Фидель был одним из двух, трех, может быть, четырех лучших ораторов 20-го века. Он действительно, я сказал уже об этом, он собирал миллионы, которые не могли разойтись, потому что он действительно был выдающийся оратор, абсолютно выдающийся. И несколько часов мог держать аудиторию. Да, да, он мог перед двумя-тремя миллионами выступать, два часа так, чтобы все были на взводе, толпа рыдала вслед за ним и так далее. Это уже 89-й год, кстати говоря. Он говорит о воинах, которые воевали в Анголе. 89-й год, 89-й год. Видишь, что многие сейчас посвящают себя, даже в СССР, тому, чтобы отрицать и разрушать историю, что там историка, значит, и так далее. То есть он уже говорит о перестройке в России и в СССР в негативном контексте. И так далее. Значит, нет, ну, мне хочется... Где он тут совсем? Это, к сожалению, это дискурсо не на площади, потому что... Я хотел бы найти его на площади, потому что когда он зажигал. Ну, вот у меня есть его выступление в Организации Объединенных Наций, насколько я понимаю. Сейчас, секундочку, я попробую. Или... Да. Сейчас подальше продвинемся. И уже все время он старый. Ты понимаешь, что я делаю? Я беру любой его дискурсо, и везде он уже старый. Понимаете? Ну, жест у него весьма нецеленный. Не... Понимаете, в чем дело? И тут старый, и в 89-м году старый, и все время старый. Где же, где же, вот, вот, вон, вот, вон, сейчас я найду его. Вон, это вот будет другое дело. Сейчас, секундочку. Где он? Да, в Анголе. Сейчас. Извините. Я, в Анголе. По пути幫о. Я все время. это пора ну ты знаешь да роли кубинцев в анголе они они остановили юаровцев там какой-то момент в анголе в анголе было три больших народа их они и они есть три больших народа вот и из них два в любом случае играли огромную роль в истории анголы последних десятилетий баконго народ баконго это север совсем и кабинда а значит народы бамбунду с языком кимбунду и овимбунду откуда савим значит вот это эти два народа они на гражданской войне сошлись и на стороне вот этих вот куачес петухов черных петухов овимбунду была юар юаровская армия и поскольку они шли на север и там было место около бенгелы насколько я припоминаю где дорога прижата к горам ну не тоже в горам такому паскогорью к лунному пейзажу и вот в этом месте кубинцы их встретили юаровцев кубинцы встретили юаровцев то есть на самом деле не не бам не бамбунду не овимбунду в этот момент истории народа своего сыграть не могли играла юаровская армия которая шла с юга вместе с овимбунду а бамбунду которые были преданы в этот момент советскому союзу попросили а наши попросили кубинцев вмешаться наши 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 попросили эльдебер интернациональ вот он говорит интернациональный долг и кубинцы вторглись взлетели отважные смелые потрясающие невероятные остановили юаровцев юаровцы не хотели умирать юаровцы хотели чисто сыграть без смертей а кубинцы были не прочь умереть за революцию за дело освобождения и значит и поэтому конечно побеждает тот кто не боится смерти понимаешь сейчас это все-таки за идею борьба за идея за абсолютно за идея абсолютно за идею надо сказать что их оттуда и выдворили и почти почти не оплатив никак это все их пребывание вот и на самом деле за идею безусловно вот так что ну ну интересно конечно что говорить интересно но это правда другая эпоха другая по сравнению с нашим двадцать первым веком да нам было весело там было весело у меня один приятель в анголе игры у меня один приятель в лубанга на юге около нами бе как раз рядом где действовали а венбунду и юаровцы ехал на машине а кубинцы нас научили мы же угрюмые советские люди угрюмые да мы угрюмые помните это передача была американская скрытая камера да нет не снимали как русские фотографируют и сразу делают хмурое лицо мы угрюмые люди угрюмые и нам очень обидно если нам кажется что если ты любезен то это значит ты ну какой-нибудь педик вот и поэтому мы из опасения мы боясь друг друга все время угрюмые а кубинцы не угрюмые кубинцы ужасно торжественные по поводу того что люди корпоративных культур да они склонны меньше выражать эмоций на публике вот как да люди более индивидуальных ну скажем так более развитой в нашем сейчас понимании они вот такие вот свободные они вот улыбаются они смеются там в обществе значит и на самом деле кубинцы научили нас улыбаться нас там я был в африке и они нас научили улыбаться потому что ни одна кубинская машина не проезжала мимо меня например если не все кубинцы не поднимали руку и не кричали привет 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 водитель обязательно привет если это кубинец обязательно привет 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 и мы всегда привыкли что если ты видишь солдат то это скорее всего кубинцы ну и ты должен кричать привет и обязательно привет и высовываешься даже и кричишь привет. И у меня один знакомый вот так ехал, он обогнал несколько бортовых машин с кубинскими солдатами. Ну, солдаты, офицеры какой-то там, группа какая-то военная была. Они шли на Уралах, мне кажется, сейчас я не помню, на каких-то наших машинах. По-моему, это были Уралы. И он обогнал их на Волге, на своей Волге. И помчался вперед, 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 и увидел, как прямо над извилинной дороге висит вертолет. Висит вертолет, работают двигатели, то есть он висит и работает двигатель. Тух-тух-тух, вертушка висит. Значит, и там пулеметы огромные, крупнокалиберные и все. И там тоже военные. И мой приятель, увидев военных, от радости тоже высунулся в окно Волги и «Ола-ола, привет, привет этим! Которые висят в вертолете». Как опасно! «Привет, привет!» Нет, ну он же радуется. Потому что, если мы видим военных, мы всегда радуемся, что это кубинцы, что братья. И он «Ола-ола!» И там, и там, и там... Нет, слышишь, и там... Сложно радоваться. И там, из вертолета, бойцы, которые там сидели, тоже ему махать рукой. «Привет, привет, привет!» Ну что-то, и он не слышит, потому что они кричат, а он не слышит. Ну, просто видит, что машет рукой. И он проехал. И все. И он уехал, уехал. Но он не слышал ничего потом. Но когда он вернулся назад в Лубанго, ему сказали, что это был вертолет «Юаровский». И он искрошил этих кубинцев. Вот эти два груза... Два бортовых Урала с кубинцами. Этот вертолет висел в воздухе за поворотом. И когда кубинцы выехали напрямую под удар, он из крупнокалиберных, и всех, там, все, кто был, значит, искрошили кубинцев в мясо. И он говорит, боже мой, если бы я знал. Он говорит, я не знал. Его так обидно было. Он говорит, я бы, конечно, развернулся или что-то сделал. Я бы как-то дал знак. Я не понимаю, как... Ну, что-то сделал. Я не знаю. А как же они его отличили? Как? Ну, они очень легко отличили. Они не хотели открывать огонь по одному идиоту на Волге, когда за ним едет сзади военный караван. Зачем вам одного идиота, так сказать... Это была засада. Это была засада. Значит, и они расстреляли эти два Урала или что-то, понимаешь? И парень так потом я чувствовал плохо. Плохо ему. Было неприятно. Вот. Ну, ему было неприятно. Потому что он проехал, ему привет-привет, разулыбался. И они ему улыбались тоже, юарцы. Улыбались, рукой махали. О-о-о. Ну вот. Куба, любовь моя, поставьте, пожалуйста. Да нет. Ну, не это... Не это же, конечно, песня должна быть. Должна быть Куба Келинда из Куба. Должна быть Куба Келинда из Куба. Их песня. Вы знаете эту песню, как бежит человек с Кубы, бежит человек с Кубы и поет песню Что там? Что-то про сердце и любовь? Да, нет. Когда я уехал с Кубы, это бежит человек, типично, 20% населения Кубы бежало с Кубы, чтобы вы знали. 20%. Значит, он поет, когда я покинул Кубу, я оставил мою жизнь, я оставил мою... Де хеми вида и де хеми амор. Оставил мою любовь, когда я покинул Кубу, я оставил зарытым, похороненным мое сердце. И когда он видит Гвардия Фронтериса, это как пограничный катер, приближается, он разворачивается на спину и начинает петь Куба, Келинда из Куба. Это наоборот, что он революционер. Понятно, да? Кен ла дефенде, ла кьере маас. Это песня правильная, такая революционная, наоборот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 «Трансфоренсия» Это была «Ачагевари» песня «Травматолога». Это другая песня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! но у них все песни такие чем хотите они же поют они же пели я же вам рассказывал этот анекдот какой эльчис тэр фидель и салей финала la plaza и dice que los imperialistas пора и los imperialistas dicen que el cubano lo hace todo bailando y cantando выходят на площадь и говорит на момент en los imperialistas mienten que el cubano lo hace todo bailando y cantando он говорит империалисты лгут что кубинец делает все пританцовывая и напеваю и и два миллиона человек становится так и начинает танцевать припевая mentira fidel они лгут fidel они лгут fidel они лгут fidel конечно конечно они они все lo hace todo bailando y cantando и и революцию тоже а вот эта песня которая которая иммигрантов напомню это важная 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 часть фиделя это то что 20 процентов населения острова сбежала от фиделя 20 процентов как говорят его критики я думаю что это верная в общем информация ну миллионы людей бежали миллионы это песня это песня людей которые бежали а вот они сейчас если вы попросите хорошего поросенка где-то в орландо или в майами вам подадут прекрасного кубинского поросенка и там миллионы кубинцев ну где же припев мне нужен припев во-во-во секунду еще 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 раз это песня людей которые бежали от фиделя их их сотни тысяч как минимум сейчас в окраине мере два миллиона или больше на кубинцев в во флориде только во флориде сколько и бежало в канаду сколько и бежало в лос-анджелес это конечно но даже эта песня заметьте какая солнечная даже по звуку солнечной теплой они такие кубинцы но что теперь делать ну что теперь делать давайте выскажите пожалуйста вы 7373 948 алло здравствуйте здравствуйте да здравствуйте кроме того что это харизматик причем ярчайший харизматик в принципе нужно было конечно гореть так же как он это было несложно когда вы слышали его речи естественно потому что мыслить его категориями было доступно и логично до крайней мере человек прекрасно понимал о чем он говорит и что он говорит потому что жить его ценностями развязать его вкус и было исключительно понятно это не товарищ брежнев с его рапортами видится ли у кастро явно не было конкурентов и он это ощущал я считаю кастро троцкий и еще несколько плохих людей были лучшими ораторами 20 века видимо голдемейр кастро троцкий голдемейр и еще несколько плохих людей были лучшими ораторами 20 века это совершенно точно да меня поражает единственный факт знаете что двенадцать с половиной тысяч секретиков выдали за диссидентов да когда штаты решили принять у себя какое-то кубинское население с вами кто-то не смогу хорошо пусть живут в соединенных штатах во флориде им здесь тоже понравится и вот двенадцать с половиной тысяч сифилистиков и я не помню какого еще специфического заболевания сослали на баркас и до во флориду и они до сих пор там живут и вот это собственно информация я встречался с кубинской комьюнити с кубинским сообществом в каракасе венесуэла еще до вот этого социалистического опыта венесуэлы огромное огромное количество кубинцев в каракасе было и этот лечон знаменитых вот этот молочный поросенок подавался и все это понимаете то есть они бежали всюду всюду совершенно потому что дальше была плагирована песенка рядом радость и беда нужно честно и дать ответ солнечному миру да 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 и чему там ядерному взрыву нет 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 было взято из песня куба конфидель куба конфидель далее не могу это произвести потому что не помню текст да ну хорошо я тоже не помню на самом деле мне кажется что наш вывод с вами гурген давайте сделаем вывод и точка вы вот сделался великий человек пятидесятых шестидесятых и величайший оратор величайший оратор один из величайших ораторов 20 века один из красивейших людей двадцатого века один из красивейших людей двадцатого века который который сделался упрямым нудным дедом который не давал развиваться стране последние несколько десятилетий самое поразительное что его предки происходили от турецких евреев и его фамилия руз не переводилась никак иначе кроме как рис вот как кругом ваши люди что делать поразить на гурген цирк одессит и умеют но неправда гурген не надо всех себе потихонечку не надо всех себе я я какую-то сальсу вам хотел я работал с кубинцами в семьдесят седьмом году семьдесят седьмом году я жил месяц в петербурге и мы работали с кубинцами они были капитаны один значок 222 капитана два капитана их учили мореходки на невском за него и вот здесь переправиться за за невский или как там он в общем сразу справа вот какая-то там какое-то училище и мы с ними я бы работал переводчиком и они они уважали очень фиделя очень уважали они всегда говорили фидель делал кухон оси это значит что у него вот такой огромный член можно сказать кухон открыл вакула кухер который вообще-то хватать но на кубе он означает также и агрессивные действия по совокуплению и вот к начал кухон это то чем совершают подобные действия и значит фидель при слове фидель это было просто сразу фидель делал кухон оси они сразу говорили это правда это они очень его уважали они гордились тем что у него огромный член и что он человек волевой что он волевой человек вот таким диктатором конечно надо прошивать какую-то пилюлю чтобы они правили ну лет десять от силы ну куда уже больше выгон 50 какого-то года так сказать там сьерра маэстро и все это и все и потом фу ты господи еще и сейчас еще его брат сидит 85 лет а вот что будет потом это не ну да ну ребят ну это тоже надо совесть надо иметь совесть но поехали в движение так четыре балла смотрим 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 что у нас четыре балла сейчас посмотрим когда улица значит сейчас секундочку на подъезде к люблинской улице есть такая шоссейная улица шоссейная улица вовсе нет никак а на мичуринском проспекте большие ребят проблемы перед ломоносовским прям большие там пишут ну скажем так час назад было еще хуже когда же перестанут здесь налево поворачивать знак стоит а всем пофиг пишет разочарованный человек новости внимание внимание говорит москва и 8 10 часов столицы в студии с новостями сергей караза здравствуйте число жертв массового дтп в чечне достигло восьми в больнице скончался пострадавший водитель лады приора авария произошла на федеральной трассе кавказ недалеко от грозного там водитель автомобиля форд будучи нетрезвым выехал на встречную резался в ладу в результате на месте происшествия погиб предполагаемый виновник дтп и его двоюродный брат 11-летний сын на водителя госпитализирован в тяжелом состоянии а в ладе приора погибли пять человек члены одной семьи двое мужчин женщины и две девочки десяти и 14 лет всего участниками дтп стали три автомобиля в кремле пока не решили вопрос о присутствии путина на похоронах кастро в администрации президента еще не определились кто представит россию на траурной церемонии об этом журналистам заявил помощник владимира путина юрий ушаков фидель кастро скончался на девяносто первом году жизни в минувшую пятницу в похороны лидера кубинской революции пройдут 4 декабря замглавы всен назвал дадина талантливым и артистичным имитатором кроме того по мнению валерия максименко активиста потрясающее воображение так он сказал на пресс-конференции комментируя итоги служебной проверки по жалобе ильдара дадина замглавы федеральной службы исполнения наказаний заявил что факты избиений и пыток оппозиционера не подтвердились все материалы переданные в следственные органы там теперь должны принять свое решение по жалобе дадина он отбывает два с половиной года заключения за нарушение при проведении политических акций о пытках в карельской колонии оппозиционер заявил в начале ноября на стройке в екатеринбурге двое рабочих погибли после падения с 17 этажа они находились в люльке которая по невыясненным пока причинам сорвалась как сообщили в региональном управлении мвд мужчины должны были проводить отделочные работы на втором этаже внутри здания однако они отправились на люльке за лесами без страховки личность одного погибшего установлена им оказался гражданин узбекистана местная полиция и прокуратура начала проверку по этому факту передает тасс а вице-губернатором кемеровской области назначили генерал-майора полиции алексей кожевин займется координацией работы правоохранительных органов и органов военного управления такое кадровое решение принял губернатор амантулеев ранее тот пост занимал алексей иванов однако он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве акций кузбасской шахты по этому же делу проходит исполняющий обязанности первого вице-губернатора александр данильченко начальница департамента областной администрации елена троицкая руководитель управления скр по кемеровской области сергей калинкин замглавы отдела регионального управления скр сергей крюков следователь артемий шевелев и предприниматель александр щукин глава признанного самым пьющим региона назвал рейтинг трезвой россии лукавым губернатор магаданской области владимир печеный призвал составителей списка прогуляться по улицам населенных пунктов посмотреть в глаза людей и увидеть что жители относятся к потреблению алкоголя достаточно взвешено сказать о том что наша территория эта территория мощная алкоголизация это безусловно обидно для каждого жителя магаданской области так как это неправда я считаю эту статистику просто лукавой не отражающей фактического состояния дел цитирует губернатора официальный сайт регионального правительства согласно рейтингу трезвая россия самыми малопьющими регионами в минувшем году стали чечня ингушетия и дагестан а самыми проблемными признанные чукотский автономный округ коми и магаданская область которая заняла последнее место рубль в начале дня прибавил 11 копеек к доллару и потерял 18 копеек к евро это следует из данных на московской бирже в начале дня доллар стоил 64 рубля 84 копейки евро 69 рублей по центробанку курсы валют на сегодня такие доллар 64 62 евро 68 44 и о погоде в эти минуты в москве 0 градусов по данным гесметио днем столица около двух морозок вечера похолодает до минус 9 ожидается небольшой снег на дорогах скользко развитие событий выпуски менее чем через полчаса сергей короза говорит москва внимание внимание говорит москва говорит москва девяносто четыре восемь слушать думать знать правильные глаголы реклама если ты ремонт задумал и не хочешь прогадать будь уверен все построим обращайся в благодать ремонт и квартир и офисов с гарантией 8 495 755 55 35 сайт sk defis благодать точка ру что такое семья это там где ты делаешь свои первые шаги и даже когда ты падаешь тебя всегда простят и поддержат семья там где ты получаешь свой первый опыт чтобы потом все сделать наоборот и понять как родители были правы семья там где тебя всегда ждут и примут такого какой ты на самом деле даже если ты всегда забываешь поздравить с праздником семья это лучшее что у тебя есть береги родных и близких социальная поддержка семьи и воспитание подрастающего поколения важное направление государственной политики сохраним лучшее вместе телефон рекламной службы 737 8747 код 495 слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм программа предназначена для лиц старше 16 лет сережа а 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 10 часов 7 минут понедельник 28 ноября здравствует великий город здравствуйте все это радио говорит москва говорит москва эльвира касаншина ведущая программы здравствуйте и рассмотрим доллар 40 если 64 80 64 80 и мы видим значит 68 98 евро и запоминаем понедельник 64 80 на прошлой неделе было 64 64 34 ножка не запомнил очень легко 64 80 запоминаем значит дальше смотрим не в 47 17 нефть падает кормилица падает почему она падает что доллар дорожает доллар дорожает к евро 106 45 на дорогом долларе получается что за дорогой доллар надо чем немножечко меньше давать этой нефти понимаешь за каждый доллар условно говоря телеку все показывает про то что какие у нас рекордные объемы до вы еще сколько мы можем еще больше я тебе прямо скажу зря не скажут зря не скажут зря не напишут эльвира зря не напишешь уже если написать значит такие есть только поможет это или нет кому мне нет нет ответ нет так и думал нет не поможет но зря не напишут все договорились значит хорошо не договорятся карл говорит александр фельдман это про опек ну конечно нет конечно нет посмотрите лица этих чудесных людей которые должны договориться посмотрите прекрасные лица этих прекрасных иранских людей которые должны что вам не нравится их лиц это лица людей которые друг другу не верят это лица людей которые подозревают друг друга в подлости в предательстве и так далее понимаете ну конечно На таком уровне вообще бывают люди, которые друг другу верят? Нет, конечно. Нет, ну если бывают. Бывают? Ну, более-менее, ну где-то там. Когда скандинавы собираются между собой, они делают... Ну, они когда верят друг другу, да. Нет, ну, конечно, ничего они не договорят. О чем вы говорите? Там люди, которые привыкли друг другу не верить. В этом же падает углеводородица. Падает углеводородица. Да, упадет, упадет, упадет. А если доллар поднимется еще, то, соответственно, углеводородица тоже упадет. Ну, что теперь делать? Ну, что? Хорошо, а если Сечин на триллион облигаций выпустит, будет нам 14-й год. Будет Александр Фельдман. Вы спрашиваете, что будет? Я отвечаю, 14-й год будет. Ну, был же 14-й год. Ну, и живы же, живы и все, правильно? Живы и все. Я вспоминаю, мне кажется, что наше правительство устроило бы, совершенно устроило бы еще вдвое. Их бы устроило. Ну, их бы да. Конечно, ну, конечно, ну, у нас вот как-то... Мы и так уже все акции в пятерочке выучили. Хватит уже. Да? Что, ну, да. А ты, ну, расскажи мне пару акций. Что за акции? Ну, что, каждый день новые. Ты покупаешь этих липких в Дикси, каких-то чувачков покупаешь в Дикси? Нет, у меня детей нет, поэтому прилипал, я не покупаю. А что, ну, что это за липкие чувачки? Прилипало, да? Прилипало, да, это такая маркетинговая акция. Да, 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 да. На какую-то сумму выдают. Ну, я не вошел в струю в эту, нет, никак, нет, не получается. Вот будет у вас пятерочный ребенок, войди уйти в струю. Банк? Банк. Банк банка. Из него можно брать. Правда, она, по-моему, в воде, но ладно. А, то есть люди притащили наши сотрудники? На обмен, да. Что ты говоришь? А, как интересно. А на обмен на деньги я могу у сотрудников скупить прилипал. Можно. Ну, да, ну, да. Знаете, если пакетики из фирменных магазинов распродают где-нибудь на Авито. Да, да, да. Какой-нибудь там Прада. Парень пишет, извините, я должен, Александр Суветчику, пишет мне, это наш тоже ветеран Анголы, и я очень дорожу его, тем, что он написал мне в Фейсбуке, я, если позволите, прочитаю. Слушаю в подъеме ваш рассказ про Кубанус в Анголе и вспоминаю, как мы пользовались их бесхитростностью, когда надо было разжиться неучтенным автоматом типа УЗИ. А, я тебе объясню. Когда нам нужен был автомат или граната, мы выменивали их у кубинцев. Зачем вам? Ну, им пофиг было, потому что они брали это трофейное оружие, трофейные УЗИ, гранаты и так далее. А нам было по приколу, я не знаю, зачем, по приколу. Ну, да, когда нам надо было разжиться неучтенным автоматом типа УЗИ, мы брали пустую пачку сигарет Мальбора, клали в нее одну сигарету, подходили к группе курящих кубинцев, и достравая пачку, вынимали сигарету и смотрели под их взгляды неодобрительные, они все, все кубинцы смолкали, смолкали от неудовольствия, что ты достаешь Мальбора. Потом плюешься, и со словами мерда, это дерьмо, значит, со словами мерда выбрасываешь смятую пачку, но она была пустая, естественно, специально для этого делалась пустая пачка, и сигарету в урну, и просишь угостить сигарио реаль, настоящей сигаретой, вердадеро, сигарио вердадеро. И сразу к тебе тянутся минимум пять рук кубинцев, которые, значит, дают тебе свои какой-нибудь сам партагас или что-то, восклицая, что вот, да, настоящий советико, советико, значит, по-настоящему понимает, что такой сигарный табак, советико хороший и так далее, и так далее, надо было смять Мальбора с криком мерда попросить. И дальше, говорит, можно было просить, у них все, они начинали дарить тебе автоматы. Великолепные манипуляторы. Прекрасные, прекрасные кубинцы. Ну, и меня, я не сталкивался с такими простодушными кубинцами ни разу. Мы один раз одного, двух кубинцев, простите, но одного мы знали, что у него есть УЗИ, он нам пообещал, что подарит УЗИ автомат и несколько гранат. Значит, мы его поили двое суток, и он все время нам говорил, что вот сейчас еще чуть-чуть выпьем, и он поедет. Двое суток поили, кормили хвостами омаров с русской плавбазы. Значит, пили, ездили на пляж в этот самый, Praia de Santiago на север. И то, и все, и опять пили, и опять. Ну, где же УЗИ? Он, и тогда уже он твердо, через двое суток, он твердо сказал, что он поехал за УЗИ. И надо сказать, он никогда не приехал. То есть он, ну, мы не против, мы пили двое суток с этим кубинцем, счастливый, он офицер. Счастливый, довольный, и он довольный, и не дал он нам автомат, обманул. Ну, обманул. Но мы довольны были, как паровозы все равно. Ну, нет, нет, боже мой, господи, поймем. Ну, другого возьмем. У нас, у меня друг приходил с работы, у него сын гранаты катал по полу. Нашел у бати в тумбочке. А? Зачем? Да, все же мальчики любят это, мальчики. Папа накупил где-то, навыменял гранат, положил где-то их, значит, у себя в тумбочке. Сын нашел ребенок там, трехлетний. Тоже мальчик. Он возвращает, да, тоже мальчик. Он приходит и говорит, смотрю, сын катает их. Но он выдернуть не мог, он просто катал по полу. Ну, говорит, я, говорит, посидел от этого в ужасе. Конечно. Конечно, спрятал, говорит, там, дальше куда-то. А потом, говорит, подумал, подумал, да и перепродал заводку. Ну, заводку продал там другому кому-то, кто без детей. Ну, вот. Так что, да, это все было. Ребята, 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 за такую поляну вам и в Союзе УЗИ бы достали, говорит Макар. А мы пили от удовольствия, что ли? При чем тут нам поляна? Нам ничего не надо было. Мой знакомый был нашим комбатом в Анголе. Он говорил, что в это время комбатом от кубинцев была женщина. Настоящая бойбаба. И это правда, это не выдумка. Ну, были и женщины у них, конечно. Были и женщины. Всяко было. Ребята, давайте простимся с Кубой и перейдем уже к каким-то планетарным проблемам. Нет, вы не хотите? Что такое, я не понимаю, а вас переклинило на Кубе? Вот представьте себе. Вот я говорю, ты понимаешь, когда Куба? Начинаешь говорить о Кубе. Переклинивает всех. Всех решить на всех. Именно о Кубе? А то, мне кажется, что все, что связано с испанским языком и на испанском говорится. В душе каждого из нас есть уголок, который Куба. Вот в Кубе, как справедливо Пелевин говорил, что в каждом человеке есть внутренняя Монголия, в каждом человеке есть внутренняя Куба. Это революционер такой внутренний? Нет, это человек спонтанного счастья. Понимаешь, я очень хорошо помню, как я с первыми латинами, тогда панамцы были, я помню, их семь человек было, они выпили, семь человек, семь, выпили бутылку сухого на семь человек. Семь человек. Значит, я увидел вдруг, что передо мной семь человек орут, выпучив глаза, пританцовывают, кричат, начинают напивать. Я помню, что они пьяные, ну, с моей точки зрения, мне казалось, что они пьяные. А, значит, от бутылки сухого семь человек, ты можешь себе представить? Значит, вот это спонтанное, спонтанное, вот это невероятное, что мы, русские, в себе стесняемся, мы это стесняемся в себе. Вот эти поисы де сальса, настоящая сальса, их всего четыре. Страны, где по-настоящему чувствуют сальсу, музыку де сальса. Это Куба, Република Доминикана, Панама и Пуэрто-Рико. Только четыре страны на планете Земля есть такие. Оригинально? Четыре. Нет, мне не нравится, просто спроси самих кубинцев. Где Дон дай музыка де сальса? Реально, настоящая, вердадера. И тебе скажут, Панама, Куба, Република Доминикана и Пуэрто-Рико. Все, четыре страны. И вот эти страны, они настолько не похожи ни на что, и на Аргентину, ни на Колумбию не похожи, понимаешь? Они вообще ни на что не похожи. Они абсолютно отдельные. Когда Фидель умер, и я стал все вспоминать с Фиделем, и стал слушать их музыку, и стал вспоминать, и я сказал жене, все, кранты. В одну из этих четырех стран, не обязательно на Кубу, не обязательно на Кубу, но в одну из этих четырех стран мы едем. И я там хочу жить, остаток жизни, я бросаю радио, я бросаю, говорит, Москва, и все, понятно, да? Я буду там говорить. Ну, тогда надо напомнить вам что-нибудь из русского. Да, здравствуй, великий город, я буду там говорить на радио, туда уеду. Вам тут уже предложили говорить на испанцевую заставку. И все, и все. Почему? Потому что это внутри каждого из нас. Это темперамент, которому мы стыдимся. Это то, что с русским бывает после двухсот, трехсот граммов водки. Но и то не бывает по-настоящему, понимаешь? Никогда не бывает по-настоящему. Всего четыре страны в мире дышат, 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 они вскормлены молоком белки, как они сами говорят. Они вскормлены молоком белки, понимаешь? Они стремительные, понимаешь? Они, 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 но они полностью не такие, как мы. Они не такие, как никто, никто. Вот Олег сидит, Олег сейчас нам пишет, значит, в этом самом, в своем Лос-Анджелесе. И там нет, и там нет этого, и в Лос-Анджелесе нет этого, нигде нет этого. Когда они все живут, вы все живете жизнью, вы все живете жизнью мухоморов, понимаете? Нет, вы все живете жизнью плесени. Товарищи, просто чтобы вы знали, вы живете, вы проживаете здесь, свою постылую жизнь, постылую. В этом холоде и серости. Нет, везде, в Стокгольме, в Таллине, где вы нас слышите. Пожалуйста, в Брисбене, не знаю, в Сиднее, вы проживаете свою постылую жизнь. Понятно? И вы вообще не можете себе представить, как надо жить. Те лобоя десир, те лобоя десир, те лобоя десир, те лобоя десир, те лобоя десир. Куандо венга ми мухер, патито и те. Где эта песня? Патито Джованни. Сейчас я найду вам. Трес косас, те лобоя десир, те лобоя десир. Эль Гран Комбо. Нет, я, может быть, найду ее. Хотите разбудить в нас внутреннего кубинца? Я хочу разбудить вас, да, сальса. Патито. Патито, это же сальса. Ну где, ну где сальса? Я хочу разбудить вас, себя. Потому что вы живете как плесень. И думаете, что это вы. Но это не вы. Нет. Это не вы. Это ошибка. Вы, настоящий вы. Где-то в другом месте. Понимаешь? Ну сейчас посмотрим. Посмотрим. Может быть, я угадаю с музыкой, а может и нет. Тогда не ругайте меня, пожалуйста. Понятно? Сейчас говорят, у меня грузится непрерывно. Но может быть. Я рабо-навист. Мы много танцевали это все. Все это безобразие в университете Дружбы Народов. Когда уча, а потом я много путешествовал. Они пахнут кожей женщины с парениями, какими-то волшебными, их затылков. Понимаешь? Вот это все это. И все это потное, потно-счастливое, потно-воспроизводящееся в непрерывном каком-то... Ну вот послушайте, многие же русские мужчины не понимают этого. Ладно, когда женщина танцует сальсу, но когда мужчина танцует сальсу, многие русские, так скажем, негативно к этому относятся. Но мужчина не танцует в России. Помнишь эту дурацкую песню «Мужчина не танцует»? Ну, на прошлой неделе ее ставили. Женщина я не танцую? Нет, нет, мужчина не танцует. А, да-да-да. Все, решительно ясно мне теперь все. Это проект пенсии. Я продаю здесь все к чертовой матери. Нет, подождите, как же племя? А? Племя как же? Племя мне не нужно, ничего не нужно. Все, ничего не нужно. Прежний мой проект был купить племя в Лаосе за пачку сигарет Мальбора. Все. Отменяется, отменяется. Я не покупаю племя в Лаосе. Пачка сигарет Мальбора остается у меня неизрасходованной. Я еду в один из четырех Паисе де Сальса. В одну из четырех стран Сальса. Все. Все понятно. Все понятно. Всем понятно. Поехали. Слушайте меня. Ученые подозревают кишечные бактерии в создании религии. Ты слышала? Слышала, да. Ну, это потрясающая новость. Ребята, у меня все стало понятно. Я много видел людей все время. Они религиозные. Я с огромным уважением. С огромным уважением. Но я понял, что у них ученые из МГУ. МГУ. Московский государственный университет. Одно из выдающихся. Считают, что особая популяция бактерий в микрофлоре человеческого организма перепрограммирует мозг на веру в сверхъестественные сущности. Именно это может служить причиной появления религий как таковых. Об этом пишут ученые из МГУ в журнале Biology Direct. По мнению биологов Александра Юрия Панчинах и Александра Тузикова, все существующие в мире религии или часть из них могут быть продуктом жизнедеятельности микробов, обитающих в кишечнике. В подтверждение своей гипотезы ученые приводят тот факт, что религии и другие формы верования распространяются примерно так же, как эпидемия, хотя и в культурном пространстве. Ранее биологи, может быть, эти же, мы не знаем, какие-то биологи, открыли ряд паразитов, которые используют чужой организм для роста, а также управляют ему его поведением. То есть существуют бактерии, группы бактерий и паразиты, которые поселяются в теле, предписывают существу, которое они не населяют, хозяйство, тело хозяина, предписывают ему сценарии поведения. Может быть, это вас удивит? Нет? Ну, а тогда подумайте о том, что гены — это обрывки вирусов, которые предписывают сценарии поведения вам конкретно. Ваши гены вам предписывают сценарии поведения. А ведь это просто вирусы. Это маленькие, присосавшиеся к друг другу вирусята, которые вас вокруг себя построили. Вас вокруг себя построили как город. А зачем бактериям нужно, чтобы мы верили в сверхъестественную сущность? Не знаю. Существует. Но это наука, мать! Откуда мне знать? Я что, ученый? Если только ради демократии, да? Я что, ученый? Я невежественный человек. Я повторяю, что написано. Меня научили в школе одному читать буквы. Я их прочитал. Это вести дают. Вести. Дураки на месте. Смотрите, допустим, христианство пропагандирует семью. Мы не знаем. Много детей. Мы не в курсе. Там запреты апортов, разводов и всего такого. Мы не знаем об этом. И если с этой точки зрения, то бактериям выгодно, да, чтобы их хозяевы, те, где... Мы не в курсе. То место, где они размножались как можно больше. Да, это же чистый пелевин из Сукербринов. Да, 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 Александр Федорович, спасибо. Слушайте, хорошо, плевать. Давайте смотреть. Ну так или не так, мы не знаем. Вести пишут. Вести. Государственное учреждение. Вести. Дураки на месте. А что ты говоришь? А вообще это имеет значение? Не имеет значения. Отошли воды. Еще публикация. Я потрясен силой науки. Отошли воды. Ты понимаешь, в чем дело? Когда Улюкаев искал дно, он исходил из того, что дно — это Марианская впадина. Ну, 11 километров. Что такое дно? 11 километров. Потому что более глубокого дна не существует. Вот хочешь, ищи. Нет. Нет. Его нет просто. 11 километров. Хорошо. Оказывается, есть воды в виде бруситов. Я читал всю ночь. Ночью вскочил, стал читать Википедию. Брусит. Оказывается, земля на глубине 620-410 километров и до 2000 в некоторых местах находится материал такой маслянистый на ощупь, который содержит формулу. Вот это он бруситы содержит. Ты понимаешь, что такое бруситы? Нет. Я сам не понимал. Но я ночью встал и стал читать. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Значит, стал читать эти бруситы. Ты понимаешь? Где у меня бруситы? А я их закрыл. Ну, ничего. Бруситы. Они маслянистые. И там H2O, HO в скобках 2. То есть при преобразовании это образует в воду. То есть если кончится Мировой океан, и об этом надо немедленно узнать Хокингу, мы можем растопить чертовы бруситы и получить воды, чтобы ты понимала, в разы больше, чем в Мировом океане. В разы. Ну, подожди, до них сначала надо добраться. Мы доберемся и сделаем дырку. И будет у нас впадина немариинская. Мы идем в впадину 1200 километров. Вот где пусть ищет. Расширим. Вот где пусть ищет, улюкая в дно. 1200. Воды будет, как грязи. У него сейчас и времени будет. Я потрясен силой науки, товарищ. Побольше. Я потрясен. Полиция запретила женщине в кокошнике находиться на Красной площади. Знаешь, это смешную историю? Варламов. А? Нет? Да. Полицейские почти задержали. Но там задерживали и с ней говорили. Ее спас ФСОшник. Пришел человек из ФСО. Нашелся адекватно. Да. Ну, конечно, ФСО, это же белая косточка. То есть, наоборот, какая голубая косточка. Ну, они же жандармы. Ну, давайте во всех сложных ситуациях называть ФСО сразу. Высочайшие. Конечно. Другая образованность. Другая степень подготовки. Другая степень самоконтроля. Или давайте сразу все проблемы решать на Красной площади. ФСО, это лучшие из нас. Лучшие. Значит, полицейские чуть не задержали на Красной площади блогера Татьяну Безгодову, которая гуляла там в Кокошнике. Ее снимал ее коварный муж, Сергей Безгодов. Коварный? Коварный. Почему? Он повел ее в Кокошнике на Красную площадь. Это же была провокация. Значит, на нее навалилась полиция. Сказала, что она должна... Что это акция. А если это акция, то это маскарадный... Они сказали, что она в маскарадном костюме. Русский Кокошник — это маскарадный костюм. Ей сообщили. Она говорит, окей. И тогда в маскарадном костюме нужно считать, что это акция. А если это акция, то она должна получить разрешение. Если разрешения нет, то ее вяжут, везут в ментовку. Она говорит, ну это Кокошник. Ну, то есть вот эти вот все Ленин и там Брежнев и Сталина, да? Сталина. Ленин, Сталин, который там... И царь, который гуляет на Красное. У них есть разрешение официальное. У них есть разрешение. Конечно, конечно. Окормляется. Значит, все, пожалуйста. Это приравнивается к маскарадному костюму. Русский Кокошник приравнивается к маскарадному костюму. Она сказала, ну это просто личная одежда, притом русская одежда. Они сказали, нет, извини, дорогая. Я так... Он говорит, я показала менту, милиционеру, полицейскому свой Инстаграм, где понятно стало из Инстаграма, что я всегда так хожу. Понятно, совершенно всегда. Они говорят, нет, это маскарад. Это маскарад. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8 Половина одиннадцатого столицы в студию с новостями Сергея Короза. Здравствуйте. Алексей Улюкаев отказался приехать на заседание Мосгорсуда. Он заявил ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие. Так РИА Новости сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. С чем связана эта просьба бывшего главы Минэкономразвития, не уточняется. Сегодня инстанция рассмотрит жалобу экс-министра на его домашний арест. Защита Улюкаева просит освободить его под подписку о невыезде. Он обвиняется в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у представителей Роснефти. В Крыму разбился вертолет «Робинсон». Это случилось в Алуштинском районе. По предварительным данным, которые агентство ТАСС привели в региональное управление МЧС, вертолет летел из Ялты в Белогорск. На борту находились два человека. В район предполагаемого падения машины направлены пожарно-спасательные подразделения и беспилотники. Только что ТАСС со ссылкой на МЧС передал, что при крушении вертолета погибли два человека, находившиеся на борту. Рамзан Кадыров отрекся от слов об убийствах русских солдат. Он заявил, что никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не произносил эту фразу. «Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в сеть, их тиражируют, прекрасно зная, что это наглая ложь», сказал глава Чечни в интервью ТАСС. Одновременно он заметил, что во время первой чеченской кампании с оружием в руках был со своим народом. «Маленький был тогда глупый, но всегда находился рядом с отцом», сказал Рамзан Кадыров. Во время первой чеченской войны он участвовал в боевых действиях против федеральных сил. Во время второй кампании перешел на сторону правительства России. В Кремле пока не решили вопросы о присутствии Путина на похоронах Кастро. А в администрации президента еще не определились, кто представит Россию на траурной церемонии. Об этом журналистам заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. В минувшую пятницу похороны лидера Кубинской революции пройдут 4 декабря. В Подмосковье таксист грабил усыпленных мандаринами со снотворным пассажиров. Кроме того, водитель предлагал своим клиентам алкоголь, в который также добавлял седативные препараты. После того, как пассажиры засыпали, он отвозил их на кладбище в поселок Обухово и оставлял там, забирая все ценности. Золотые украшения, мобильные телефоны, планшеты, нетбуки и норковые шубы. Во время следствия выяснилось, что две жертвы нелегального таксиста скончались. 51-летнего уроженца Ростовской области арестовали. Как сообщается на сайте МВД России, полицейские доказали его причастность к восьми преступлениям. Не исключено, что будут выявлены новые эпизоды. Глава признанного самым пьющим региона назвал рейтинг «Трезвая Россия» лукавым. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный призвал составителей списка прогуляться по улицам населенных пунктов, посмотреть в глаза людей и увидеть, что жители относятся к потреблению алкоголя достаточно взвешенно. Сказать о том, что наша территория – это территория мощной алкоголизации, это, безусловно, обидно для каждого жителя Магаданской области, так как это неправда. Я считаю эту статистику просто лукавой, не отражающей фактического состояния дел, цитирует губернатор официальный сайт регионального правительства. Согласно рейтингу «Трезвая Россия», самыми малопьющими регионами в минувшем году стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми проблемными признаны Чукотский автономный округ, Коми и Магаданская область, которая заняла последнее место. Курсы валют по Центробанку на сегодня – доллар 64,62 рубля, евро 68,44 рубля, на московской бирже курсы несколько выше, прямо сейчас за доллар дают 64,87 рубля, евро стоит 69,10 рубля. И о погоде в эти минуты в Москве – 0 градусов, по данным Гесметио, днем в столице около двух морозок, вечером похолодает до минус девяти, ожидается небольшой снег, на дорогах скользко. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Говорит Москва Журнал «Форбс» представляет рейтинг самых дорогих руководителей российских компаний. Узнайте, где лучше зарплаты. Будущее от Эльвиры Набиулиной. Что ждет рубль и многое другое в декабрьском номере «Форбс». Категория 16+. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Художник, художник, художник. Люблю слушать вашу передачу, в том числе и у вас, как ведущего, диджея. Но я не диджей. Не диджей. Не диджей. Ни в коем случае. Но я не диджей. На тракторе умею работать, на ДТ-75 и на Т-40 АМ. По будням с 7 до 9 вечера. Программа Алексея Гудошникова. Право знать. Говорит Москва. 10.35. Сейчас я расскажу, какие гости у нас сегодня будут. Подождите, полсекунды. Я быстро расскажу срочняк, и потом мы его обсудим. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президентов ФСБ, Минобороны и МВД. Кремль. Значит, расширение следует. Мы ждем расширения. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента ФСБ, Минобороны и МВД. Мы ждем расширения, мы ждем фамилии. Скорее всего, это академики. А может быть? Скорее всего, очень похож список управделами ФСБ и Минобороны. Ну и хорошо. И МВД. МВД там был какой-то заместитель. Давай. Чего там с нашими гостями? Итак, в 11.00 экономист Игорь Николаев в программе «Хороший вопрос». В час мы ждем в профессии клипмейкера Лену Киппер. Среди ее последних работ клипы на песне Лолиты, Катя Лель и Димы Билана. В 13.30 в передаче «Доброе дело» генеральный директор фонда «Синдром любви» и «Даунсайдап» Ирина Меньшинина. В преддверии Международного дня инвалидов 3 декабря будут обсуждать эти проблемы. В 14.30 в «Иностранцах» депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. В 15.00 в «Пиджаках» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. И, наконец, в «Передаче против всех» в 17.00 политик Борис Надеждин. Значит, новость. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников и прав делами президента ФСБ, Минобороны и МВД. Мы ждем фамилии. Мы думаем, что речь идет о... Конечно, мы ждем... А если не сказали, кто в баррикадах, это значит, что еще пока нет. Понимаете? Да, тема будет попозже. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас есть. Может быть, какой-нибудь там... Кстати, вчера было интересно, слушала интервью, комментарии вот сенатора от Бурятии, да? Которого тоже избрали в РАН. И он сказал... Это было очень интересно. Он сказал, что вот это предупреждение Путина, оно относилось к госслужащим. А сенаторы — это не госслужащие. Поэтому он спокоен. Кстати, и будет интересно. Я жду расширения. Но мы думаем, что, конечно, это академики. Академиков прогнали. Дело в том, что, насколько было понятно сразу, когда Путин сказал, что... Зачем вы приняли в Академию сотрудников, руководящих? Что я не рекомендовал, сказал Путин. Было известно, стало известно, что в тот же день стремительно... Стремительно, не хочу сказать в панике, но я точно говорю, что стремительно люди, которые вступили в Академики, потребовали, чтобы их изгнали из Академии. Но такого не существует вообще. То есть этого не существует. Если тебя избрали в Академию, не существует способа... Кроме Молотова. Молотова-то изгнали. Нет. Его потом исключили. Исключили? Да. Подожди, подожди, подожди. А разве он не извинился и остался? Нет, он извинился. И его потом через некоторое время... Он там пару месяцев, что ли, побыл, да. И потом его вроде как раз... Товарищу Молотову, товарищ Сталин написал письмо, как вы знаете, что сказал, что как ты можешь унизиться до таких второстепенных вещей, когда ты занят абсолютно серьезными вещами. Это был 46-й или 47-й год. И Молотов извинился и как-то сумел выскочить из Академии, говорит Эльвира. А я вот этого не знал, этих данных у меня не было. Я считал, что он так и остался. Но сейчас главное, что нет, значит, главное другое, что эти пытались выскочить, но не сумели. Эти, которые сейчас вступили, потому что не существует способа, нет процедуры выхода из Академии. Если ты попал в Академию, ты уже попал в Академию, точка. Значит, вот Путин освободил от должности, но мы пока не видим кого. Давайте продолжим, пока будем ждать расширения и так далее. Что стало известно о генерале Лопареве. Лопарев, правильное ударение, мне казалось бы. У меня был друг. Ой, давно. Давно и другом был, и давно мы говорили этот разговор. Который двинул в конце 90-х в Сочи. Ну, он москвич, все. И живет в Москве. Он живет в Москве. Переехал. Бизнес. Нет, не переехал, нет. Бизнес перенес основной. Он перенес основной бизнес в Сочи. И я его спросил, я говорю, как вот в Сочи, я говорю, незнакомый город и все. А он сказал мне тогда, это было вот, может быть, уже 16-18 лет назад. Он мне сказал простую вещь. Он сказал, Серег, Сочи полностью под гыбухой. Полностью под гыбухой. Поэтому он говорит, у меня здесь есть ребята. Ну, у него батя был из КГБ. И он говорит, нет, в Сочи, говорит, вообще без вопросов. Любые вопросы только через гыбуху. Но он тогда говорил гыбуха, я не понял, какое подразделение. То ли ФСБ, то ли ФСО. То есть в Сочи только через гыбуху, он мне говорил, работает. Вообще никак по-другому. Говорит, ребята держат город. Там, говорит, все четко. Вот, и поэтому, говорит, я не испытываю затруднений. Вот, что мне, в смысле, мой друг сказал, что он не испытывает затруднений в разворачивании бизнеса в Сочи, ввиду того, что его отец из КГБ и все его друзья из КГБ. И, значит, и он считает, что ему там самое место, потому что это как бы их город. Вот, и от этого Лопарев, вот, ну, я тогда запомнил этот разговор давно был, 16 или 18 лет назад. Я должен сказать, что мой друг ушел туда, в Сочи. В основном, у него и на Волге какие-то есть предприятия. Но в основном он ушел в Сочи. И, надо сказать, что он успешен. Я, и он успешен, он участвует в, участвует вот серьезно там в бизнесе. И молодец, и я ему успеха желаю. Я тоже хотела обрадоваться, там, развивающийся регион с перспективой. Желаю всяческого огромного успеха, всяческого огромного успеха. Но он именно мне тогда сказал, что он туда идет ровно потому, что там ГБУшные регионы. Все под ребятами, так сказать, под нашими, он говорит. Под нашими все ребятами. Я не знаю, я хотел спросить, кто делал бизнес в Сочи? Вот Лопарев, как он, что он, откуда все это? Геннадий Лопарев, который, значит, генерал ФСО, причем глава службы охраны на Кавказе. Он большой человек, понимаете, сейчас секундочку, да, новое есть, новое сообщение. Так оно, простите, опять без фамилий. Ах, да, в связи с их избранием в РАН. Песков дал пояснение. Значит, освобождение руководящих должностей сотрудников управления президента ФСБ, Минобороны и МВД, связано с их избранием в РАН. Дал расширение Песков пресс-секретарь президента. Теперь мы знаем. Ну, мы как раз и догадывались, правильно ты догадывался? Да. Хорошо, значит, давайте говорить про бизнес в Сочи. Бизнес в Сочи, ну, я не понимаю, Геннадий Лопарев, вот этот глава службы охраны на Кавказе, он в Сочи, в известном смысле, держал. Или что? Вот эти сообщения, которые появлялись, что у него миллиард рублей наличными и так далее, таким образом, говорят о размахе этого господина. 7373948. Если стесняетесь об этом говорить, то не звоните. Я понимаю, тема деликатная. Может быть, оно и ни к чему. Может быть, оно и ни к чему. Ну, хорошо. Тогда у меня простой вопрос. В связи с Лопаревым, это большая чистка? То есть Лопарев не последний, нас ждут все выше и выше и выше. Это большая чистка? В связи с Лопаревым, Улюкаевым, у вас создалось впечатление, что это большая чистка? Да, 1342135. То есть еще и еще полетят головы. Нет, 1342136. Нет. Нет. Значит, вот как у вас, какое у вас ощущение? Просто поощущение. Это большая чистка. Полетят еще головы. 134. Проголосуйте, пожалуйста. Позвоните. 1342135. Вам кажется, что это такое вот нехилое начало? И ясно, что до выборов 2018 года будут еще чистить и чистить. Маму, не горюй. 1342135. А нет. 1342136. Нет. Это вот в основном уже чистка закончена. 1342136. Большая чистка только начинается. 1342135. Большая чистка вот уже в основном и закончена. 1342136. Пожалуйста, расскажите нам об этой чистке. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро, Михаил. Михаил, прошу вас. Вы знаете, любая большая чистка или большой ТОР, такой логистический миф, после него обычно безусловно только усиливает. Оно для того и служит, чтобы сузить круг тех, кто является дальнейшей надежности. То же самое вот было и у Кастро, кстати говоря. Понимаете? Да. Потому что Матас, например, 20 лет отсидел в тюрьме. Самый такой сильный революционер Кубы. Сан-Фуэгера тоже. И так далее. Поэтому не надо себя обольщать. Любая чистка такого рода означает изгнание из ближнего круга тех, ну, кто превысил какую-то планку, стал работать сам на себя. Я прямо при вас подведу итог голосования. 37% считают, что это начало большой чистки, вот эти большие аресты. А 63% что это в основном завершилась уже чистка. Ну, подобного рода вещи, они свойственны авторитарным режимам. Ну, здесь понятно, что ДОТ. Давайте так же скажем, что это может быть просто борьбой с коррупцией. Зачем мы так с вами сразу? Дело в том, что не уничтожение причин коррупции, а все это в виде борьбы какой-то, ничего не дает. Коррупция не закончится. Она только усиливается, и суммы более потрясающие. Но мы 25 лет боремся. Коррупция нельзя бороться. С другой стороны, много религиозных, например, доктрин, говорят о несовершенстве человека. И поэтому причина коррупции есть человек, с их точки зрения. Нет, все-таки там, где есть сменяемость, Сергей, там все-таки есть демократические институты, и там вот эта коррупция отсутствует просто напрочь. Там полковник за картины не в одном. Тогда до известной степени вы противоречите себе, потому что сменяемость при Сталине была еще выше. Он просто убивал их очень быстро. А вот сталинский режим, его нельзя брать как аналог. Вы же сказали о сменяемости. Понимаете, это флюктуация. Если вы позвольте. Флюктуация. Вы сказали о сменяемости. У Сталина сменяемость была выше, чем в демократических режимах. Не было там никакой сменяемости. Ну, кажаи, расстреливали постоянно, и все, и сразу сменяемость. Смотрите, смотрите, вот этот вот, так сказать, языческий боги социализма, которым был и Сталин, и Кастро, и так далее, они только подтверждают то, что, собственно говоря, выражается следующим. Социализм всегда побеждает в умах, но никогда не побеждает на практике. В отличие от капитализма, который безнадежно проигрывает в умах, но всегда побеждает в холодильнике и в реальной жизни. Спасибо, 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 спасибо огромное, спасибо. Я просто хочу расспросить вас, ну, пошли совсем крупных брать. Ну, совсем крупных берут, ребят. Ну, вот не верят слушателей, говорят, что это просто конфликт какой-то. Ну, давайте просто скажем следующее. Мы с вами, ну, скажем, ну, мы жили, мы же не первый день живем на свете. Не первый. Значит, ребят, такого не было. Действующий крупнейший, крупный министр, как у Люкаев, действующий генерал, да непростой генерал, который Сочи держал, всех там держал, за всеми следил, для всех Сочи готовил, Путин летит в Сочи, он его встречает и так далее. Его сейчас взяли, ну что вы, товарищи, но это крупнейшая фигура. Ну, хотят больше. Крупнейшая фигура. Хотят других. А, еще крупнее? Еще крупнее. Что, может, до голосования такое заладить? Вам мало, скажите, вам мало арестовывают крупнейших персонажей русской политики, русской чиновничьей жизни. Вам хватит, вам достаточно, 134-21-35, или вам мало, вы хотите еще крупнее, 134-21-36. А если будет еще крупнее, вы поверите, что это на самом деле борьба с коррупцией? Нет, 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 нет. Вам арестовывают крупнейших персонажей, действующего министра. И, значит, крупнейшего персонажа из ФСО, которая вообще была неприкосновенна. ФСО, вы что, смеетесь? Кого-то из ФСО когда-нибудь пальцем тронули? Вы рады, и вам хватит. Все, хватит. Вам хочется, чтобы арестовывали людей еще крупнее. Вам хватит. 134-21-35, вас это убеждает. Достаточно. 134-21-36, вы хотите, чтобы арестовывали еще крупнее. Еще, чтобы дальше пошли. Значит, смотрите, у меня сейчас 4 на 96. 3 на 97. 3% говорят, что хватит. 97 хотели бы продолжение фуршета этого банкета. 92 на 98 какой-то момент мелькнуло. Какой-то момент мелькнуло 2 на 98. Ага, сейчас здесь расширение. Да-да-да-да. Я хочу вам прочитать. Пока вы голосуете, у меня сейчас 3 на 97 пока. Но голосуйте еще, пожалуйста, 4 на 96. 4 на 96. Тихонечка. Значит, президент России, я прочитаю новость. Президент России Владимир Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента. Хорошо. На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 15-го года просил представителей власти, в том числе высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую Академию Наук. Пообещав сотрудникам управделами, Минобразованием, ВД и ФСБ, избранным в состав РАН, возможность предоставить заниматься только научной деятельностью. Да. Дальше. Сейчас. Своим указом освободил Котенко Константина Валентиновича от должности заместителя управляющего делами президента РФ, начальника главного медицинского управления управделами президента по собственному желанию. Котенко – это управделами главное медицинское управление. Понятно? Дальше. Согласно документу, также освобожден генерал-лейтенант Василий Христофоров. Это начальник управления регистрацией архивных фондов ФСБ. Причиной называется достижение предельного возраста. Дальше. Я вам сообщаю. 4% утверждают, что им достаточно этих арестов. Все, все, убедили, убедили. Хотят, чтобы аресты пошли выше. Выше, дальше, шире. Цитиус, альтиус, фортиус. Девиз борьбы с коррупцией. Цитиус, альтиус, фортиус. Где-то я видел, написано было на заборе. Ну, так вот, значит, 96% этого хотят. Ну, что вы? И все звонят сразу. Все звонят, зловещие. Зловещие вы мои. И кровожадные. Ну, зловещие вы мои. Ну, давайте двинемся дальше. Я знаю, сейчас пойдут какие-то фамилии, выкрики, восклицания. Нет, я вас спасу. Я вас останавливаю. Потомки чекистов просят Путина закрыть доступ к базе мемориала. А вы что хотите? Потомки чекистов, работавших в годы большого террора, просят закрыть доступ к базе данных правозащитного общества «Мемориал», которая обнародовала сведения о 40 тысячах сотрудников НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности. Значит, в сущности, чем занимался мемориал? Мемориал выявлял людей, которые занимались репрессиями, в том числе тех, кто прямо расстреливал. Прямо расстреливал. Понимаете? Вот. И, значит, что делать? Вот что делать? Как быть? Как быть? Ну, они же раскрыли данные тех людей, а не их потомки. Анна, скажи. Анна, привет. Привет. Можешь говорить? Я могу говорить, но ты говоришь, что ты звонишь в эфир, и ты сейчас в эфире. Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь об открытии имен мемориала? Я не думаю, потому что я сейчас совсем о другом думаю. Прости. Ань, ты звонишь мне во время эфира. Как это мило. Спасибо большое. Ну, да. Спасибо. Это Анна Немцова, американский Newsweek. Как это мило. Я думал, что раз уж она звонит, то я ее заодно проинтервьюирую. Но она, как все американки, очень жесткая. А все американки, они только по работе думают. Ну, пожалуйста. А? Ну, правильно. Они же не тратят свои деньги в пустую. Вы же нам рассказывали об этом. Я ее умыл. Ты за то, чтобы публиковать. А если выяснится? Подожди. У тебя есть деды, которые репрессированы? Или это бабушки? У меня раскулачен прадедушка. Прадедушка. Раскулачен откуда? От Кель. Из Оренбургской области. А, что же, вы из Сибири в Сибирь? Повезли из Сибири в Сибирь, как пел Высоцкий? У них там было сложно, на самом деле. Там бабушка была из Оренбургской. Ну, бабушка-то я условно говорю, да? Да. Прадедушка откуда-то из Сибири. Потом они сошлись, потом, в общем, разбежались. В смысле, дети разбежались по разным углам, по разным странам. Моя прабабушка оказалась в Узбекистане вообще. Скажи, пожалуйста, хорошо. А другой вопрос. А расстрельщики у тебя есть среди предков? Я вот этого не знаю. Ну, те, кто стрелял. Я не знаю. Хорошо. А вот мне интересно. А люди знают? Ребята, вот проголосуйте. Скажите, пожалуйста. А у вас предки, я три телефона даю, три телефона даю, ваших предков расстреливали во время террора, 134-27-35, или это ваши предки расстреливали, то есть они стреляли, 134-27-36, или в вашей семье есть и те, кого репрессировали, и те, кто репрессировал, 134-27-37. Очень интересно мне. В вашей семье есть пострадавшие от репрессий, 134-27-35, есть стреляльщики, те, кто стрелял, палачи, палачи, палачи репрессии в вашей семье есть, 134-27-36, те, кто стрелял, и те, и другие, 134-27-37. 134-27-37. У меня нет, кстати, сейчас будешь удивлена окончательно, и бесповоротно. В моей семье нет ни тех, ни других. Ого. Ни пострадавших, никого нет. Как-то вас обошло это. Да просто обошло все. Вообще никого. Ну не было все ничего, не было. Ничего такого не было. Понимаешь? Счастливые вы, что я могу сказать? Голод был какой-то, ожесточенный голод, бабушка. Но при советах после войны, вот был голод. Она крала тесто, раскатанное тесто, лепешку, тесто. Потому что у нее ребенок один умер от голода. У нее было трое детей, четверо, четверо, было четверо. Но один ребенок умер от голода. И болезней, ну голод и болезни все шло вместе. И значит, и она видела смерть ребенка, и она остальных троих, для остальных троих, несмотря на страх тюрьмы, она таскала на склеп завода такие блины, раскатанные, как бы те стены, клеила на живот. Тоненьким слоем на живот приклеивала. И даже был шмон какой-то, искали. Но если тоненько тесто на живот наклеить, она вот носила деткам своим, понимаешь? Потому что у нее один ребенок умер. Я ее очень понимаю. После того, когда она видела смерть ребенка, понятно, что она ничего не боялась уже. Она вообще ничего не боялась. Баба Луша. Лукерия. Лукерия Петровна. Вот. Значит. Ну так, чтобы мы пострадали, мы не страдали. Нет, никого не сажали. И мы не сажали. И нас. Слушатели, кстати, пишут, что ни тех, ни других. Вот. Несколько слушателей уже написали. Ну у меня ни тех, ни других не было. Ни пострадавших, ни репрессировавших, никого. Я останавливаю это голосование. Это еще у меня очень много людей. Спасибо за активность. 75 процентов, внимание, пострадавших. 75 процентов. У них в семьях есть репрессированные. 75 процентов. 9 процентов есть репрессировавшие палачи. У 9 процентов есть в роду палачи. И у 16 процентов, если это совпадает, да, совпадает. У 16 процентов есть и палачи, и жертвы. У 16 процентов. Я тебя очень прошу. Напиши сейчас на бумаге. Ребят, это наш долг. Обсудить это. Абсолютно серьезная тема. Значит, я понял, что сейчас в 10.57 мы с вами не успеем. Железно пиши. Написала. Эльвира. Значит, мы завтра. И результат голосования не выкидывай. Мы вот с этим результатом начнем завтра разговор. Не в 9, нет. После 10, так сказать, там может быть в 10.30. В 10.30. В 10.30 напиши. В 10.30 начнем говорить. Нужно ли России выволочить всех палачей, всех их фамилий и все такое. Нужно ли это обсуждать? Или лучше забыть? Вот это завтра в 10.30 я вас очень прошу принять участие в дискуссии. Я осторожно, я осторожно не понимаю, что делать. Ты что считаешь? Выволочить палачей? Нет. Нет. А почему нет? В смысле палачей? Ну, в смысле фамилии палачей. Вывесить список? Вывесить. Ну, вот, мемориал. Открыл 40 тысяч фамилий палачей. 40 тысяч? Ну, хорошо, ладно. Они утверждают. То есть список, да, он имеет право на жизнь. Нет, нет. А обсуждение широкое, покаяние народное. Покаяние. Вот так и бывает. Прошение друг от друга. Прошение друг от друга. Вот такое вот покаяние, то непременно будет обратная реакция. Непременно будет агрессия. Непременно это закончится. Завтра в 10.30 мы с вами это обсудим. У Эльвиры есть пострадавшие, раскулаченные и сосланные в семье. У меня нет ни пострадавших, ни палачей. У меня нет ни тех, ни других. Понимаете, мы занимали... Мы были настолько маргинальны, Даренко. Мы занимали настолько низы, совершенно помоечные низы общества, что до нас кровавые сталинские палачи не добрались. Ни в каком смысле. Они нас не ангажировали и не репрессировали. Мы совершенно жили на помойке. Понятно? Спокойно и тихо. Ну, что делать? Вот так. Хорошо, в движении. Погнали дальше. Подъем. В движении. Движение. Три балла всего-навсего. Город чудесный. Вообще волшебный город. Внутренний. Третья транспортная стоит от Ленинского проспекта до Бережковской набережной. И затем почти до Шелепихи тяжеловато. Ну, вот. Это внутренний третий транспортная. И также на внутреннем третьем транспортном после поворота на Ленинградку. Вот здесь, где это самое... Как там называется? Башиловка не называется? Не знаешь? Не знаешь, как называется? Ну, в общем, вот в тех краях, где Башиловка, тоже погано. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник. 28 ноября. Подъем. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 11 часов столицы в студии с новостями из Сергея Короза. Здравствуйте. Владимир Путин уволил избранных в РАН сотрудников ФСБ, МВД и Минобороны. Кроме того, своих руководящих должностей лишились чиновники из управления делами президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, с поста заместителя управляющего делами, начальника главного медицинского управления, уволен Константин Котенко. Он подал заявление об уходе по собственному желанию. От должности начальника управления регистрации...